Сегодняшняя лекция у нас с вами посвящена, наверное, самому широко используемому сейчас в биологии микроскопическому методу, так называемой конфокальной сканирующей микроскопии. И нам нужно будет поговорить с вами прежде всего о том, какие преимущества этот метод дает. Потому что метод по своей физике достаточно простой с одной стороны, но с другой стороны достаточно дорогостоящий, требуя специального микроскопа, специальных для освещения источников света, некоторых знаний дополнительных. Мы с вами поговорим о принципе конфокальности, что это такое и почему возникают те достоинства, которые в конфокальной микроскопии есть. У нас опять возникнет та же самая проблема, что и с камерами, что у нас есть разрешение нашего микроскопа, оно ограничено. В случае конфокального микроскопа оно считаться будет немножечко по-другому. И нам нужно будет опять сопоставить разрешение, которое получается от нашей оптической системы, и разрешение нашего детектора. Будет ли оно у нас достаточное и когда оно будет достаточное. Мы поговорим про некий общий алгоритм настройки конфокального микроскопа вне зависимости от производителя. Вещи, на которые нужно обратить внимание. И как всегда, как в любом методе, у нас будет компромисс. Мы не сможем получить все достоинства одновременно, поэтому нам придется выбирать, хотим ли мы при помощи конфокального микроскопа снимать быстро, с хорошим разрешением, либо с хорошим соотношением сигнал-шум. Из этих трех параметров мы можем выбрать максимум два. Третий, к сожалению, тогда будет сильно ухудшен. И поговорим, так как микроскоп будет сканирующий, он не сразу будет видеть все изображение, а только одну точку этого изображения в каждый момент времени, то можем сканировать с вами наше изображение по-разному. Поговорим о вариантах сканирования. Что же нам с вами не хватало в обычной нашей флюисцентной широкопольной микроскопии? Картинки, конечно, получались хорошие, разделение по каналам хорошее, контрастность хорошая, но проблема, которая у нас оставалась, это большая глубина фокуса. Тем более, что мы обычно использовали объективы с иммерсией, с большой числовой апертурой. И получается, что мы с вами видели, ну, скажем так, на хорошем объективе даже меньше, чем микрон в фокусе, а все, что выше и ниже, у нас было расфокусировано. При том, что если вы, например, делаете стандартный гистологический препарат, то представляете себе его толщину, ну, это порядка 7 микрон в случае такого совсем стандартного препарата. В некоторых случаях вы делаете более толстые препараты. Конечно, можно сделать совсем-совсем тонкие препараты, но представьте, насколько трудозатратно будет делать серийные срезы, скажем, толщиной по одному микрону, чтобы снять на флюоресценции. Поэтому большая глубина фокуса сравнительно, большой вклад внефокусного света, то, что выше и ниже нашей плоскости фокуса. Еще один момент, который потом потребует дополнительного объяснения, это так называемый малый динамический контраст. Представьте, что у вас две точки находятся на очень близком расстоянии, но достаточном для их разрешения. Одна из этих точек имеет яркость в неких условных единицах, скажем, единицу, а другая в этих же условных единицах, скажем, 100. И понятно, что одна точка может оказаться спрятанная в втором дифракционном максимуме первой точки. То есть, если мы исходим из критерия релея, они должны быть разрешены. Но если мы исходим из реальных возможностей регистрации такой точки, контрастность нам не позволит сказать, есть она на самом деле, или это, скажем, шум, или в принципе вообще ее нет. Ну и последний минус, который можно, конечно, обсуждать для широкопольной флюоресцентной микроскопии. Все поле зрения, которое мы наблюдаем, мы подвергаем и феномену фотовоцветания. Конечно, можем прикрыть полевую диафрагму осветителя. Она будет уже находиться сверху, раз у нас эпифлюоресцентный микроскоп. И уменьшить то место, которое мы будем освещать. Ну, соответственно, и наблюдать мы тогда тоже будем меньше места на препарате. Что же нам дает сканирующая лазерная конфокальная микроскопия, и в чем ее основные плюсы? На самом деле, самый главный плюс – это возможность создания так называемых оптических срезов. Когда вы ваш препарат можете посмотреть послойно. И для того, чтобы это было возможно, у нас появляется следующее достоинство. Первое – малая глубина фокуса. То есть у нас в фокусе достаточно небольшая толщина нашего объекта, видна одновременно. Второе – это подавление внефокусного света. То есть в идеале, если у нас все хорошо, мы видим практически только свет от того, той части препарата, которая находится ровно в фокусе. Все, что выше и ниже, у нас резко подавляется. Высокий динамический контраст и возможность работы одновременно с тусклыми и яркими точками. Здесь, опять же, если у нас две точки разрешены по критерию релея, то возникает вопрос в их контрастности. И вот как раз конфокальная микроскопия позволяет одновременно нам увидеть близко расположенную яркую и темную точку. То, что называется динамический контраст. Он будет гораздо выше. Следующее. Так как у нас эта микроскопия будет сканирующей, то есть в каждый момент времени мы видим только одну точку, чтобы увидеть весь препарат, нам придется его точка за точкой снимать, то мы можем себе позволить получить так называемое плавное увеличение. Мы можем сканировать не все поле зрения, а какую-то его часть. Ну и если у нас хороший объектив с высокочисловой апертурой, то понятно, что в данном случае мы можем с вами на нем сканировать как все поле зрения, так и под большим увеличением какую-то часть препарата, которая нас интересует. Ну и в виде такого бонуса, это, конечно, не является достоинством микроскопии таким самым главным, но, тем не менее, тоже приятная возможность. При определенной настройке микроскопа, при маленьком значении пинхол диафрагмы, мы получим увеличение латерального разрешения в 1,4 раза. Это максимально, что можно получить от конфокального микроскопа. Ну и давайте посмотрим теперь на эти же проблемы в графическом виде, чтобы себе их лучше представить. Картинка, которую мы можем получить в случае, если мы с вами используем, например, широкопольный режим нашего микроскопа, обычный флуицентный микроскоп. Как видите, структура видна одновременно и какие-то части, которые находятся точно в фокусе, и также все, что выше-ниже, намного сильно расфокусировано. Пример. Серая точка на препарате – это глубина, соответственно, дальше препарат у нас еще по x и y имеет какие-то размеры. Это у нас глубина z. И видите, у нас три точки лежат друг под другом. То есть, в случае, если мы смотрим сейчас на микроскоп, они должны друг на друга также и наложиться в нашем поле зрения. Серая точка приходит в плоскость нашей, пускай будет камеры, или если мы смотрим глаза глазом, приходит точно сфокусированно. Как видите, вот дифракционно ограниченное пятно, от нее получается, как мы и хотим. Точка, которая находится выше, синяя, понятно, что и фокусироваться, так она ближе здесь находится, будет тоже в другом месте. И красная точка, соответственно, ее фокус тоже находится в данном случае дальше. И получается, что в плоскости изображения у нас есть наша точка, которую мы хотим, и вот такое количество нефокусного, расфокусированного света, которое нам мешает. То есть, если бы мы каким-то образом могли наш препарат сейчас разделить на отдельные, ну, скажем так, оптические срезы, у нас получилось, что один бы срез действительно был бы в фокусе, и здесь его, в принципе, видно, если посмотрите. Но точно так же выше и ниже у нас есть расфокусированное. Вот, например, верхняя часть как бы выглядела, если бы мы могли на обычном микроскопе, не конфокальном бы это все сделать. И вот это изображение, это сумма всех вот этих отдельных картинок, но одна из них точно в фокусе, другие больше или меньше расфокусированы. И, естественно, такая картинка не дает нам полного представления об объекте. Конфокальный режим. Для начала давайте посмотрим на различия картины, которые мы получим. Внизу это флуицентная микроскопия, наверху вот эта картинка, это конфокальный режим. Посмотрите, картинка как бы стала четче. Что мы здесь сделали? А мы здесь сняли отдельно, послойно каждое из этих изображений, из этих, по-моему, оптических срезов. Теперь их сложили. Вот наш этот оптический срез. Один, как видите, он выглядит примерно так же, как срез, который был в фокусе в обычной флуицентной широкопольной микроскопии. Если бы он был очень тонким, скажем, сделали бы мы срез полмикрона. Но и все остальные срезы, которые выше и ниже, которые мы просканировали и сложили потом тоже, как видите, находятся в фокусе. И мы можем себе позволить, пересложив их, видеть вот такую картинку. Посмотрите, здесь ядра окрашены красным. На этой картинке вы можете различить буквально несколько ядер, и то они достаточно тускло видны. На этой картинке ядра видны прекрасно. Каждый из них вы можете совершенно замечательно видеть и посчитать. То есть то, что нам дает конфокальная микроскопия. Опять же, то, что нужно сразу напомнить, что вот такая картинка, которую мы здесь с вами получили, это уже сумма многих картинок. То есть мы просканировали на каком-то одном положении Z глубины нашего препарата, на втором, на третьем и так далее до последнего. И уже потом эти картинки мы с вами наложили друг на друга, чтобы получить вот такую вот картинку, то, что называется, расширенного фокуса, либо Z проекции. Мы об этом методе еще тоже с вами поговорим. Ну и понятно, что если мы теперь имеем набор вот таких отдельных виртуальных оптических срезов, то мы с нашим препаратом можем сделать много чего интересного. Ну, во-первых, если мы говорили о так называемом расширенном фокусе, мы сложили все снятые нами изображения друг за другом, точка за точкой, вот таким образом. И из каждого среза взяли только самую яркую точку на вот это получившееся изображение. Что мы еще можем сделать? Мы можем сделать проекцию со сдвигом. Например, мы можем с вами, когда будем складывать нашу вот эту стопку изображений, дальше ее суммировать, каждое из изображений немножечко сдвинуть. И получается, что мы тогда сможем посмотреть наше изображение как будто бы сбоку. Вот в данном случае одна и вторая картинка. То есть представьте, что вы для ваших отснятых кусочков распечатали их, предположим, на прозрачном геле определенной толщины, сложили. Сложили вот с таким, например, смещением. И теперь можете посмотреть на ваш объект, например, вот отсюда сбоку или отсюда или сверху. И получается, что вы можете визуализировать его как будто бы он был бы виден с разных сторон. Ну, понятно, что это не реконструкция. Вы здесь не получили этот объект. Это будет называться проекцией и позволяет вам только визуализировать ваш объект. Хотя в некоторых случаях возможность посмотреть на вас объект с разных сторон вполне может быть достаточной. Итак, еще одна возможность обработки полученной серии изображений, стека картинок. Это, соответственно, вот такая вот проекция. Либо то, что называется Z-Max проекция, максимальная проекция по Z, когда вы смотрите на вот эту стопку изображений сверху. Либо проекция, когда вы смотрите на эту стопку изображений, скажем, вот с этой стороны или в данном случае вот с этой стороны. Каким образом конфокальный микроскоп может позволить нам увидеть только то, что находится ровно в фокусе нашего объектива? Давайте посмотрим. Предположим, что у нас, опять же, есть только какая-то одна точка на нашем объекте. И понятно, что объектив у нас где-то сформирует реальную, увеличенную, перевернутую картинку нашего изображения. Теперь представьте, что вот на этом экране, куда проецируется картинка нашего изображения, мы вырезали маленькое-маленькое-маленькое отверстие. Настолько маленькое, что оно, например, соответствует на нашей функции распределения точного источника света только центральной части вот этому диску ERI. Предположим, вот такого размера у нас с вами будет точка, вырезанная в этом экране. Понятно, что в случае, если у нас объект точно софокусен вот этому нашему экрану, то через эту точку пройдет значительное количество света. Напомню, что вот эта центральная часть – это 84% яркости, которую мы наблюдаем от точки. И в чем здесь выгода? Представьте, что у вас есть, опять же, объекты выше или ниже. Посмотрите, эти объекты тоже будут приходить на этот экран, тоже будут частично попадать на эту точку, но они будут сильно расфокусированы. То есть, если мы бы теперь нарисовали функцию рассеяния точки, скажем, объекта, который лежит очень далеко, то она могла бы выглядеть вообще вот так. И только вот эту небольшую часть света мы могли бы пропустить через нашу вот эту вот диафрагму. Диафрагма – это будет называться пинхол диафрагмой, то есть место, где формируется изображение, в нем вырезано маленькое отверстие. С английского, я думаю, понятно. Пинхол – иголочное отверстие. Намекает нам о размерах данного отверстия, что оно должно быть равно увеличению этой функции рассеяния точки нашим объективом на этот экран. Предположим, у нас объектив 40-кратный, функция рассеяния точки у нас, скажем, 200 нанометров, соответственно, нам нужно это умножить на 40. И мы с вами получим в итоге размер отверстия, которое нам нужно вот здесь вот в нашем этом экране сделать, чтобы пропустить только максимальную часть, эти 84% света, от этой точки. Все, что будет выше или ниже, тоже, опять же, приходит на экран, но, понятно, в данном случае гораздо меньшее количество яркости через этот экран сможет пройти. Второй момент. Если мы с вами работаем в эфрулицентном режиме, понятно, что, наверное, не имеет смысла делать освещение всего поля зрения. Предположим, что мы освещаем вот так весь препарат, но понятно, что смысл его освещать целиком, ведь когда мы наблюдаем только одну точку, нет, он будет выгорать. Поэтому мы можем поставить еще одну такую же диафрагму на пути осветителя. Предположим, что здесь какая-то лампочка или какой-то другой источник света. И здесь у нас будет полевая диафрагма, в которой мы сделаем очень маленькое такое же пинхол отверстие, которое таким же образом нам сформирует пучок света. Если мы посмотрим на наш препарат, это будет Z, здесь, соответственно, будет XY, то внутри нашего препарата мы увидим, что свет у нас формирует вот такую фигурку песочных часов. И при этом, так как у нас будет и освещение, и регистрация в идеале софокусная, то мы с вами увидим, что максимально возбуждающий свет концентрируется вот в этой же точке, которую мы собираемся с вами наблюдать. Что нам осталось? Так как конфокальный микроскоп биологии используется в 99% случаях в флюисцентном режиме, то нам нужно добавить все элементы флюисцентного микроскопа, а именно фильтр возбуждающего света. Это может быть либо реальный фильтр, либо это может быть возможность переключения источников света с очень маленьким разбросом длин волн, в данном случае, например, лазерное излучение. Нам нужно дихроичное зеркальце, чтобы мы могли разделить длину волны возбуждения, которую мы подаем на препарат, и, соответственно, длину волны, которая будет получаться в нашем препарате за счет флюоресценции. И дальше у нас будет забирающий фильтр, либо фильтр эмиссии, как хотите его можно назвать, для того, чтобы оставить только те длины волн нашей флюоресценции, которые нас интересуют. Остается следующий вопрос. Пока мы видим с вами только одну точку нашего препарата, но препарат у нас достаточно большой. Как бы мы могли бы с вами это все просканировать? Понятно, первое, что приходит в голову, а давайте двигать препарат. И мы это действительно можем, в принципе, с вами делать, особой сложности здесь нет. Но понятно, что препарат и столик микроскопа – это достаточно тяжелые объекты. И быстро их двигать так, чтобы снять, например, 500 точек по х и по у за секунду, мы просто не в состоянии. Столик развалится, препарат развалится. В общем, сложно. С другой стороны, мы можем использовать зеркала. Для того, чтобы, подавая на наш объектив свет под разными углами, мы можем заставить наш объектив и сфокусировать точку в разных частях нашего препарата. То есть, если мы отклоним вот эти лучи, скажем, вот так, вот точка, которую мы будем смотреть. Другую сторону мы, соответственно, сможем посмотреть еще одну точку на препарате. Туда, по той плоскости, если не х, а, скажем, у, то можем сместиться дальше. То есть, сканирование по плоскости х и у нашего препарата мы можем сделать за счет сканирования света, изменения угла его падения на объектив, на заднюю апертуру объектива при помощи нескольких зеркал. Ну, в принципе, теоретически использовать можно два зеркала. Некоторые фирмы пришли к решению с тремя зеркалами. Это чистая физика, не будем в нее углубляться, будем считать, что у нас всего два зеркала. Одно по х будет отклонять наш луч, другое по у. А вот с z, к сожалению, остается проблема. Теоретически мы могли бы двигать с вами здесь пинхол, вот этот и вот этот, менять здесь расстояние и, в принципе, за счет этого менять место, где лучи бы у нас ходили. Но, согласитесь, объектив все-таки рассчитывается на какое-то определенное фокусное расстояние, на какое-то определенное место, где он работает, и это не очень удобно. Поэтому по z, к сожалению, нам придется уже препарат действительно двигать. И либо это будет микровинт нашего микроскопа, либо на микроскоп будет добавлена специальная установка, которая позволит препарат по z двигать очень быстро. Либо это будет пьезо, установка, которая передвигает препарат, либо в некоторых случаях используется система, похожая на динамик или громкоговоритель, где используется просто магнитное взаимодействие витка проволоки и постоянного магнита. Чем больше ток подаете, тем, соответственно, больше магнитное поле будет в проволоке, и тем больше вот этот вот кусочек, где лежит препарат, с этой проволокой будет, скажем, втягиваться внутрь столика. Чем меньше, тем, соответственно, будет он ближе, например, к объективу. Понятно, что такая система может работать гораздо быстрее, чем если бы вы заставили двигать ваш микроскоп по z микровинтом столик. Ну и, естественно, если мы хотим, чтобы у нас так точно совпадали плоскости, а микроскоп ведь не зря называется конфокальным или софокусным, и в данном случае софокусность у нас с вами как раз возникает за счет того, что у нас плоскость объекта, плоскость пинхол диафрагмы, находится в одной и той же плоскости. На самом деле, помним, что у нас здесь еще одна есть плоскость, еще одна диафрагма для освещения. Они все софокусны, поэтому конфокальная микроскопия. Напомню, опять же, как будет выглядеть картинка в случае, если мы от флювесцентного режима перейдем к конфокальному для политенных хромосом комара, например. И понятно, что чтобы все это соблюдалось, нам нужно, чтобы оптическая система нашего микроскопа была как можно лучше. И если мы могли себе позволить некоторые аберрации в микроскопе обычным флюоресцентным, то в случае конфокального микроскопа эти аберрации нам будут очень сильно уменьшать количество сигнала. Давайте посмотрим на хотя бы две из них. Ну и первая аберрация, которую вы помните, сферическая аберрация, которую мы можем сделать в случае, если мы неправильно подберем иммерсионное масло. Если мы неправильно с вами подберем среду, в которой заключен препарат. Если у нас, скажем, будет иммерсия, например, водная или безиммерсионный объектив, и неправильно подберем толщину покровного стекла. То есть, как видите, вариантов добавить, как вы помните, сферическую аберрацию у нас очень и очень много. Что это будет означать? Конфокальный микроскоп из нашей функции рассеяния точки будет вырезать только вот эту центральную часть. Здесь центральная часть достаточно хорошо выражена, и очень много света приходится именно на нее. И, в принципе, действительно, для точки, находящейся где-то вот здесь, без аберрации сферической, видно, что в данном случае по функции рассеяния точки можно сказать, что никакой сферической аберрации здесь нет. То для точки, лежащей где-то глубже, где сферическая аберрация будет выражена хорошо, Вся ее яркость, вся интенсивность будет размазана. Посмотрите, на какую большую площадь. То есть яркость у нас, скажем, была там неких 100 единиц. Здесь у нас, скажем, неких 84 единицы пришлось вот сюда, вот в центре. Мы их с вами зарегистрировали. А здесь у нас 100 единиц размазано, смотрите, по громадной-громадной площади. И если мы теперь при помощи нашей пенхолл-диафрагмы вырежем только вот эту вот часть, ну, дай бог, 20% света мы получим. Положим здесь. Здесь понятно, что цифры, конечно, немножко из головы, но более-менее отражают реальное состояние дел. Что это будет означать? Вы идете глубже в ваш препарат, а конфокальная микроскопия как раз нам и удобна тем, что мы можем сделать вот такие оптические срезы. То есть препарат у нас может быть достаточно толстым. И чем дальше вы идете в препарат, тем меньше света вы с него получаете. Причем это может быть очень резко. Первое, там 10 микрон видно хорошо. Второе, 10 микрон что-то видно. Препарат у вас 40 микрон, а 30 микрон уже вообще ничего не видите. Можете увеличивать яркость возбуждающего света, выжигать ваш препарат, а результата от этого практически никакого не будет. Поэтому для конфокальной микроскопии отсутствие сферической аберрации – это очень-очень важная часть. Поэтому чаще всего используют специальные объективы, и у большинства из этих объективов есть коррекция сферической аберрации, либо если это сухой объектив на толщину покровного стекла, либо если это иммерсионный объектив, то, скажем, на температуру, либо на иммерсию, и какие-то другие способы коррекции. Либо, если такой коррекции нет, то вам нужно строго придерживаться использования правильного иммерсионного масла, правильной среды, в которой заключили препарат, и правильной толщины покровного стекла. Следующая проблема, которая у нас возникает. Хроматическая аберрация, как помните, она нам в нашей микроскопии тоже достаточно сильно вредила. Но вредила она нам как? У нас просто было немножко расфокусированное изображение для разных длин волн. Скажем, в зеленом мы видели все хорошо, а, скажем, в красном и синим у нас было немножко недофокусировано, немножко перефокусировано. Как вы помните, мы могли очень легко от этого избавиться, поставив, скажем, зеленый светофильтр. Практически все объективы имеют коррекцию для сферической аберрации на зеленую часть спектра. Ну, а если мы с вами используем еще и монохроматический свет, понятно, что хроматическая аберрация у нас тогда, в принципе, практически будет отсутствовать. В случае конфокального микроскопа здесь все несколько сложнее. Так же, как в эпифлецентном микроскопе, мы должны освещать с одной длиной волны. Предположим, 488 нанометров мы используем. А получать свет от препарата мы должны с другой длиной волны, пускай будет, например, 520 нанометров. Как видите, разница существенная. И получается, что, например, для световозбуждающего фокус будет вот здесь. А регистрировать мы теперь будем вот от этой точки. Как вы помните, конфокальный микроскоп отрезает по глубине у нас свет. И получается, что возбуждаем мы здесь, регистрируем здесь, и понятно, что в случае настолько выраженной хроматической аберрации мы просто с вами не получим абсолютно никакого света. Потому что у нас не совпадает место, где возбуждается наш препарат от света, используемого для возбуждения флорохрома, и место, где мы с вами пытаемся что-то зарегистрировать. Ну, предположим, что хроматическая аберрация у нас выражена не так сильно, но все-таки есть. Тогда мы с вами в случае конфокального микроскопа увидим еще несколько проблем. Во-первых, вот эта вот хроматическая аберрация может быть выражена не только на оптической оси, но она может быть выражена на краях поля зрения. А в центре, например, она может быть нормальной. Это будет означать, что если мы возьмем какой-то единичный источник света, предположим, мы с вами уже говорили о флуоресцентных латексных микросферах, крашенных несколькими разными флорохромами, и будем снимать вот эту же точку при разных длинах волн возбуждения, ну, соответственно, регистрации. Предположим, она окрашена несколькими флорохромами, возбуждаемым в ультрафиолете, светящимся в синим, возбуждаемым в синим, светящимся в зеленом, возбуждаемым в зеленом, светящимся в красном. И мы теперь эти изображения друг на друга наложим. И тогда получается для такого объектива в центре поля зрения у нас эти два цвета, как видите, сложились. Да, мы взяли один цвет такой фиолетовый, другой вот такой вот циановый, все прекрасно. По Z в центре, если мы теперь сложим несколько снятых картинок и посмотрим на это все сбоку, у нас тоже, как видите, все совпало, а вот по краю изображения у нас может быть вот такая ситуация. Во-первых, у нас для каждого цвета изображение может слегка сдвинуться, а во-вторых, оно может достаточно сильно сдвинуться по Z. Как видите, на полмикрона разница между центрами яркости, ну и здесь на 200 нанометров разница, которая позволила нам сдвинуть эти точки. Что из этого следует? Из этого следует, что если вы будете работать с какой-то колокализацией, вы захотите посмотреть несколько меток вашей клетки и захотите доказать, что эти метки действительно находятся вместе, вам придется потрудиться над тем, что в вашем микроскопе хроматическая аберрация была минимально выражена, и проверить это можно при помощи вот таких вот латексных микросфер, окрашенных несколькими флуоресцентными красителями. В таком случае вы будете иметь возможность доказать, что действительно для этих микросфер у вас нет удержанной хроматической аберрации, а значит, для препарата, в который они были добавлены в качестве контроля, хроматической аберрации, в общем-то, не должно быть достаточно. Поговорили мы с вами о особых требованиях к оптической системе. Понятно, почему на конфокальном микроскопе стоят более дорогие, более совершенные объективы. Давайте посмотрим на схему теперь реально существующего уже очень простого конфокального микроскопа, который производила в свое время фирма Лейка, сейчас, наверное, еще производит так называемый SPE, у них эта модель называется. Давайте попробуем на этой схемке видеть те элементы, которые мы с вами уже обсудили. И я думаю, начнем мы с вами с источника света. В случае конфокальной микроскопии нам нужен достаточно мощный источник света, потому что мы с вами только одну точку смотрим, с нее, в принципе, не так много фотонов мы получим, плюс мы используем вот эту пинхол диафрагму, которая отрезает еще некоторое количество света, плюс, если мы хотим быстро сканировать, ну, например, представьте, что мы хотим с вами просканировать изображение 512 на 512 точек, и хотим сканировать это изображение один раз в секунду. Понятно, что мы теперь должны перемножить 512 на 512, чтобы получить количество точек, которые мы за секунду хотим просканировать. А теперь, если мы это количество разделим на секунду, станет понятно, какое маленькое количество времени наш луч будет находиться в каждой из этих точек. И вот это время, которое называется в микроскопе dwell time, время, когда точка находится в одной точке сканирования, оно достаточно мало, чтобы получить хотя бы сколько-то фотонов за такое количество времени, нам нужна очень большая яркость. Понятно, что ртутные лампы, если мы будем вырезать из них небольшую часть спектра, обеспечить нам такую мощность просто не способны. Поэтому используются лазеры. Почему? Даже если лазер у нас достаточно слабый, там, не знаю, пускай будет, скажем, 20 мВт или, скажем, 200 мВт, если хотите, то эта мощность, это мощность именно излучения именно в этом небольшом участке спектра. Ну, например, там, не знаю, 488 плюс-минус 1 нанометр. И это уже достаточно много. Если сейчас возьмете спектр всей ртутной лампы, разрежете его на такие участки маленькие, то будет понятно, что в данном случае будет очень небольшая мощность для такого очень ограниченного участка спектра. Значит, у нас есть несколько лазеров, то есть мы можем работать с несколькими флорохромами. 635, 532, 488, 405. При помощи дихроичных зеркал они объединяются в один луч. То есть, в принципе, здесь на выходе мы имеем луч, где все эти лазеры есть. Теоретически мы можем каждый из них включать и выключать. Хотя в некоторых случаях нам может понадобиться комбинация из нескольких из них. Дальше у нас стоит некое устройство, о нем еще поговорим чуть-чуть позже, более подробно, которое представляет из себя фильтр возбуждающего света. Единственное, что это устройство программированное. Вы можете ему сказать, что я хочу, например, только 488 нанометров и только 10% яркости, вот этих 488 нанометров. Или я хочу комбинацию 488 плюс, например, 635. 635 я хочу, скажем, 90% от максимально возможного, а 488, 10. То есть, это такой настраиваемый, в случае, если мы будем говорить про наш колесцентный кубик, это настраиваемый фильтр возбуждающего света, который дальше уже будет идти у нас на наш препарат. Теперь цвет у нас по оптоволокну идет в сканирующую головку, которая находится на самом микроскопе, потому что это может находиться, в принципе, где-то рядом. И под номером 7 как раз одна из пенхол диафрагм. В данном случае это пенхол диафрагма возбуждающего света, и она софокусна с плоскостью нашего препарата. Помните, что освещать целиком весь препарат у нас нет никакого смысла. И это позволяет нам освещать только ту точку, которую мы хотим с вами наблюдать. Следующее, под номером 8, очевидно, это дихроичное зеркало. Так как у нас всего 4 лазера, то мы можем сделать с вами дихроичные зеркала, которые будут отражать только очень небольшой набор длин волн. Скажем, можем сделать так называемый мульти-дихрой, который будет отражать только вот эти линии, там плюс-минус 2 нанометра на препарат, а все остальное пропускать. То есть то, что можно было бы сказать о мультиполосовой, или в данном случае нотч, гребенчатый фильтр. На эту часть пока не обращаем внимания. Дальше мы встречаем с вами в фирме Лейкет 3 зеркала. Не будем вдаваться подробностей, почему 3, но система сканирования, которая позволяет нам на наш объектив подавать луч немножко под разными углами. Немножко его наклонять. Как это работает? Вот у вас приходит свет. Одно из зеркал позволяет вам луч двигать по плоскости, скажем, если мы здесь бы сканировали бумажку, например, X, а другое зеркало второе по плоскости, например, Y. И контролируя положение этих зеркал, вы сможете точка за точкой этот экран просканировать. А на что здесь еще нужно обратить внимание сразу же? Ну, как устроены вот такие устройства? Не знаю, застали ли вы, наверное, все-таки еще застали на физике прибора, которые не цифрами показывали значение, скажем, напряжения или тока, а в виде стрелки. То есть здесь здесь была рамка с намотанной на нее медной проволокой. Понятно, что когда через эту рамку идет ток, в ней получается некая напряженность магнитного поля, которая, взаимодействуя с постоянными магнитами, заставляет теперь повернуться вот эту оську, на которой она находится. Ну и, соответственно, прикрепленное к ней зеркало тоже будет поворачиваться. То есть это система, которая позволяет нам препарат сканировать X и Y. Дальше дополнительная согласующая оптика, на ней останавливаться не будем. И, собственно, где наш объектив? Здесь у нас происходит флюоресценция. И весь свет, который здесь образовался в результате флюоресценции, в зависимости от числовой апертуры, конечно, нашего микроскопа, ну, будем считать, что она достаточно большая, можем собрать нашим объективом, и свет теперь уже от нашего препарата пойдет обратно по тому же самому пути. Понятно, что скорость света, она достаточно большая. И с точки зрения света, как бы быстро мы ни двигали вот эти зеркала, в каждый момент времени они для света практически неподвижны. Что это для нас означает? Это означает, что когда возбуждающий свет у нас идет на препарат, это система сканирующая. А когда у нас свет идет с препарата, она будет десканирующая. То есть она позволит нам видеть ту же самую точку, на которую мы подали возбуждающий свет в данном случае. Свет проходит через дихроек. Понятно, что длина волны у нас стала другая. Например, пускай будет 520 нанометров, а возбуждали мы 488 нанометров. И вот еще одна плоскость, которая софокусна опять с плоскостью нашего препарата, это пин-холл диафрагма. То есть если бы мы включили проходящий свет, положили бы сюда препарат, а сюда бы положили какой-то экранчик, мы бы здесь увидели изображение нашего препарата, увеличенное в какое-то количество, предположим, сороковой объектив, 40 раз вот в этой части. Ну и, соответственно, пин-холл диафрагма, как мы дальше увидим, должна регулироваться по размеру, поэтому здесь есть возможность изменять ее размер, уменьшать или увеличивать, для того, чтобы подобрать ее под увеличение и числовую апертуру нашего объектива. Ну и дальше мы могли бы с вами поставить, например, обычный блокирующий фильтр, чтобы увидеть только какую-то часть спектра. Ну, понятно, что удобнее нам было бы иметь возможность перестраивать такой фильтр, потому что в некоторых случаях мы хотим иметь возможность регистрировать широкий спектр, в некоторых случаях у нас, скажем, есть автофлюресценция, мы хотим от нее как можно дальше уйти. И разные фирмы пришли к разному решению, но на самом деле для того, чтобы можно было разделить наш свет по спектру, в принципе, есть два решения. Первое решение – это использовать стекло с большим коэффициентом дисперсии, с большим числом А, который будет в зависимости от длины волны иметь разный коэффициент преломления. Либо второй – использовать дифракционную решетку. Других способов деления света в спектр я, честно говоря, припомнить не могу. Конечно, здесь нужно сказать очень интересную вещь, что патентное право действует очень интересным способом. Понятно, что разбиение света в спектр при помощи такой призмы, Сэр Исак Ньютон еще показал, и, конечно, никто запатентовать это не может, но можно запатентовать использование этого феномена для чего-то. Вот фирма Лейко умудрилась запатентовать использование призмы для разбиения света в спектр при использовании в конфокальной микроскопии. Поэтому, скажем, другие фирмы, например, не могут. Точно так же, как фирма ЦАЙС смогла запатентовать использование дифракционной решетки и возможность рециркулирования света, который не образовал первый порядок лучей, для разбиения света в спектр в своих микроскопах. Ну и дальше каждый производитель придумывал какой-то свой обход, чтобы не использовать чужие патенты. Ну, опять же, это такое лирическое отступление. Фирма Лейко умудрилась запатентовать даже закон сеймерного тяготения. Тем не менее, что нам дает возможность разбиения света в спектр? Если у нас есть спектр, мы можем теперь просто поставить шторки и, двигая шторку с этой стороны, убирать из нашего спектра синюю составляющую, двигая с этой красную. То есть, по сути дела, мы теперь получили перенастраиваемый фильтр запирающий или фильтр эмиссии. Вот этот фильтр мы теперь можем с вами перенастраивать. Значит, здесь мы можем настраивать, какие длинные волн мы хотим на наш препарат подать из имеющихся. Здесь у нас есть возможность настраивать, какие длины волн мы хотим в итоге регистрировать, тоже настраиваемый. Ну и, как вы видите, на слайда где-то через 10, на более современном микроскопе, мы можем настраивать на самом деле и вот это дехраичное зеркало. Есть специальный прибор, который позволит нам регулировать, какие длины волн мы хотим отправить на наш препарат, а какие мы хотим с него пропустить для дальнейшей регистрации. Ну, а если будет интересно, я сделаю дополнительную лекцию на YouTube, посвященную применению так называемого белого лазера. И тогда получается, что мы, в принципе, можем регулировать все параметры. У нас есть любые доступные длинные волн возбуждения, которые может дать наш источник белый лазер. У нас есть возможность настроить, какие из них мы хотим на препарат получить. У нас есть возможность настроить, какие из них мы хотим на препарат отразить, а какие мы хотим пропустить дальше. У нас есть возможность настроить теперь еще и для нашего детектора тоже спектр. Дальше, опять же, согласующая оптика, чтобы все-таки разбитый в спектр свет опять свести в одну точку. И детектор. Здесь не используется камера, так как мы видим только одну точку. Понятно, что смысл использовать камеру здесь полностью отсутствует. И мы здесь с вами используем так называемый фотоэлектронный умножитель. Прибор, о котором мы поговорим. В основном, его достоинство, он может очень быстро работать. То есть, если у нас, скажем, те же самые 512 на 512 точек, за секунду мы хотим с вами снять, то вот этот прибор позволит с такой скоростью нам эту информацию получать. Давайте посмотрим на несколько еще интересных применений этого микроскопа. Под препаратом, посмотрите, у нас есть еще один фотоэлектронный умножитель. Понятно, что свет, который мы с вами использовали для того, чтобы мы могли зарегистрировать флюоресценцию, не весь будет поглощен препаратом. Какая-то часть его через препарат пройдет. Понятно, что так как здесь нету второй конфокальной диафрагмы, это изображение не будет конфокальным. Но с другой стороны, это изображение проходящего света для нашего препарата, который мы можем получить даром. Так как мы сканируем его флюоресценцию, дополнительно собираем свет возбуждения, который прошел, то в случае, если вы работаете с живыми клетками, вы можете себе обеспечить вот такую картинку. У вас есть ваше флюоресцентное конфокальное изображение. И одновременно, регистрируя не только с этого фотоумножителя сигнал, но и с этого, вы можете получить сразу же два канала. В первом канале у вас будет флюоресценция, предположим, вы покрасили какие-то элементы цитоскелета. А в втором, вы можете получить либо проходящий свет, либо, если поставите здесь, соответственно, линзу Уолстона или Намарского, если хотите, и дальше, здесь уже под этим еще одну такую линзу, плюс, соответственно, анализатор, можете получить в том числе и дифференционно-интерференционную картинку, контрастирование наших объектов. И можете эти картинки при желании, например, наложить друг на друга. Если работаете живыми клеточными культурами, это бывает очень полезно. Вы дополнительно вашу клетку не стрессируете, потому что тот же свет, который вы использовали для флюоресценции, вы используете одновременно и для картинки проходящего света. И еще одно интересное применение микроскопа, который в биологии практически не используется, но я должен о нем сказать. Понятно, что мы можем использовать этот микроскоп в работе на отражение. Предположим, что у вас есть какой-то объект, например, крыло какого-то насекомого, и вы хотите снять его, эту вот структуру. Таким образом, вы можете здесь вместо дихроика поставить просто стеклышко, которое будет делить, скажем, свет 50 на 50, к примеру, 50% света будет отражать, 50% света пропускать. И точно так же поставить ваш регистратор, в данном случае, чтобы он именно ту длину волны, которым вы сканировали ваш образец, и пропускал. Тогда, только если образец у вас окажется точно в плоскости фокуса, то только тогда отраженный свет сможет пройти через пенхол диафрагму. Если он будет ближе или дальше, практически никакого отраженного света у вас пройти не сможет. В биологии, честно говоря, за всю мою жизнь он использовался только один раз, для того, чтобы можно было снять как раз отражение вот такого препарата Кролана Секумова. Ну, в принципе, такой вариант возможен. Итак, мы с вами поговорили о том, для чего нужен конфокальный микроскоп, какие у него есть достоинства. И, конечно, нам теперь нужно охарактеризовать как минимум разрешающую способность. Давайте посмотрим. В сравнении с широкопольной микроскопией вот эти две функции рассеяния точки для x, y и, скажем, x, z получены для этой же точки в широкопольном режиме. Эти три получены в конфокальном, но менялся размер пенхол диафрагмы. Смотрите, размер пенхол диафрагмы у нас здесь дан не в каких-то микронах, нанометрах или других единицах, а в дисках ARI. Почему? Дело в том, что, как вы помните, у нас размер вот этой центральной части будет зависеть от нескольких параметров. Во-первых, он будет зависеть от длины волны. Во-вторых, он будет зависеть от числовой апертуры. Это то, что касается разрешения. Но также он же еще будет увеличен в какое-то количество раз при помощи увеличения нашего объектива. И понятно, что под каждый объектив с каждой числовой апертурой и каждой длиной волны мы должны были бы тогда иметь набор разных пенхол диафрагм, чтобы точно могли использовать, скажем, размер в один диск ARI. Напомню, что один диск ARI нам наиболее выгоден. Почему? Мы достаточно много света собираем, получаем достаточно хорошее разрешение. Вот у нас функция рассеяния точки. Вот это наше расстояние. И в идеале порядка 84% света мы могли бы с вами собрать. Но в некоторых случаях мы можем с вами размер этой пенхол диафрагмы, теперь уже выраженный как раз таки вот в этих величинах, величинах одного диска ARI для данной длины волны, данной числовой апертуры и данного увеличения объектива, менять. Что нам это даст? Пока не вдаваясь в математику, давайте посмотрим просто на эти функции рассеяния точки. Уменьшаем мы с вами размер пенхол диафрагмы и, как видите, разрешение у нас растет. Как по x, y, хотя по x, y растет не сильно, так и по z, а вот по z уже, в принципе, есть заметное улучшение картинки. Но в некоторых случаях нам может понадобиться пенхол диафрагму, наоборот, открыть. Давайте посмотрим. Вот мы ее с вами открываем. Мы с вами получаем, смотрите, гораздо худшее разрешение по z и немножко худшее разрешение по x, y. Но при этом, что для нас важно, мы будем собирать гораздо больше света. и возможность настройки пенхол диафрагмы для нас важна, так как это позволяет нам решить проблему, что мы хотим. Высокое разрешение или много света с нашего препарата. К сожалению, одновременно получить высокое разрешение и картинку с хорошим соотношением сигнал-шум, с хорошей яркостью, мы, естественно, не можем. И это на нашей совести лежит, какой мы будем использовать вариант. Скажу сразу, что в 90% случаев когда у вас более-менее хорошие препараты, вам не нужно специальных каких-то методов исследования, используйте просто размер пенхол диафрагмы, разный одному диску ARI. И только если вы знаете, зачем вам нужно его уменьшать или увеличивать, меняйте. По умолчанию современные конфокальные микроскопы при смене объектива автоматически для той длины волны возбуждения, которую вы используете, ставят вам определенный размер пенхол диафрагмы, равный примерно одному диску ARI. Ну, а теперь давайте попробуем уже формально подойти к разрешению микроскопа. Ну, и прежде всего, давайте охарактеризуем разрешение по X и Y. Понятно, что оно будет очень сильно зависеть, как мы видели, от размера пенхола. И нас может интересовать максимально возможное разрешение по X и Y. Если у нас пенхол с вами равен одному диску ARI, посмотрите на формулу. Опять же, крокодил здесь сокращен до того, что можно теперь уже более-менее себе представить. Для размера пенхола, равного нам одному диску ARI, 0,64 длины волны, правда здесь длина волны возбуждения, что немножечко улучшает картинку на числовую апертуру. Сравниваем с тем, что у нас было в случае флюисентного микроскопа. И, как видите, в принципе, разрешение сопоставимо. Но единственное отличие, что здесь у нас эмиссия, здесь возбуждение. Поэтому, в принципе, они практически равны, несмотря на то, что здесь, если 1,22 на 2 поделим, понятно, мы получим 0,61. Теперь мы с вами закрываем нашу пенхол диафрагму, насколько можем. И, забегая вперед, сразу же скажу, что закрывать ее до каких-то совсем маленьких значений смысла нету, потому что дальше мы будем ограничены с вами уже дифракцией света на ее краях. Поэтому разумное минимальное значение для биологии это четверть диска ARI. Конечно, физики так не считают, но мы, к счастью, биологи. В таком случае формула для подсчета разрешения. Если мы крокодил, который у нас есть для этого подсчета упростим до чего-то удобочитаемого, будет выглядеть вот так. Как видите, у нас поменялся только вот этот кусочек формулы. Было 0,64, стало 0,47. И это означает, что максимальный выигрыш разрешения, которое мы можем получить при использовании конфокального микроскопа в плоскости x, y 1,4 раза. То есть, если вам нужно получить с вашего препарата сильно больше разрешения, чем вы получаете, например, в обычной флюицентной микроскопе, этот метод вам, конечно же, не подойдет. Если же вам нужно чуть-чуть увеличить разрешение, ваш объект или структура, которую вы хотите, лежит на границе разрешения обычного флюицентного микроскопа, тогда, в принципе, игра может стоить свеч. То есть, увеличение разрешения в плоскости x, y это не основное далеко, не основное достоинство конфокальной микроскопии, а, скажем так, дополнительный бонус, если хотите, к тому, что конфокальная микроскопия предоставляет. С x, y разобрались. Давайте теперь с вами посмотрим на z. Так как мы говорили, что основное для нас, самое важное, что мы получаем, это как раз возможность создания оптических срезов, то становится понятно, что это будет очень интересно. И, в принципе, мы можем померить разрешение по z, опять же, взять эти флюицентные микросферы, найти места, когда две микросферы лежат друг под другом очень близко, и посмотреть, на каком расстоянии мы еще их можем с вами различить, так что 50% яркости между ними падение было. То есть, если мы взяли бы вот так вот теперь линию, то мы должны были бы увидеть, что яркость этих точек видит хотя бы вот такую разницу. пускай будет 50%, так что мы могли сказать, что да, эти две точки они различимы. И можно померить, что на самом деле было сделано в одном из учебников, который я рекомендовал. Размер вот этого вот расстояния между точками минимального, на котором мы их еще можем различить в зависимости от размера пинхол диафрагмы. Вот единица, которую я рекомендую использовать. И посмотрите, что здесь в принципе уменьшение пинхол диафрагмы в два раза дает примерно и улучшение разрешения в два раза до этого предела. Все линейно и понятно. А вот дальше мы скажем закрыли нашу пинхол диафрагму до половины. Видите, уже не половина получается, чуть хуже. Закрыли до одной четверти, ну в общем-то прироста практически нет. То есть дальше закрытие пинхол диафрагмы будет приводить к некоторому небольшому росту разрешения по Z, но оно будет сильно ограничено и чем дальше вы будете закрывать, тем рост этого разрешения будет меньше. Но что важно, света вы соберете гораздо меньше. Если так у вас скажем вот она функция распределения точки и в случае одного диска риса вы собираете предположим около 80%, предположим вы закрыли до четверти. В общем случае вы соберете где-то 20% света. И понятно, что это 1,5 от того, что было и во многих случаях препарат у вас просто такого количества света вам дать уже не сможет. Ну и конечно же опять у нас есть некий крокодил, который мы можем немножко упростить примерно. И в данном случае только обратите внимание для Z длина волны уже будет испускание эмиссии. Естественно у нас теперь здесь будет коэффициент преломления среды в которой заключен препарат и числовая апертура все очевидно. И эти две формулы даны для случая одного диска ирии и для случая четверти диска ирии размера пинхолл диафрагма. Как видите рост разрешения здесь в два раза. Но если мы будем вот эту часть смотреть здесь соответственно рост тоже весьма неплохой. То есть в принципе по Z как раз таки конфокальный микроскоп дает достаточно хорошее разрешение. Ну и теперь если мы вернемся к такой теории уже термалейка для нас сделала такой красивый график к счастью где здесь у нас некие размеры в дисках ирии нашего пинхолл диафрагма здесь некое разрешение в каких-то условных единицах и вы видите что до примерно единицы у нас работает геометрическая оптика и в два раза уменьшили мы с вами пинхолл в два раза у нас улучшилось разрешение после размера единицы мы начинаем приближаться к дифракционному пределу за который мы пройти без применения специальных ухищрений не можем и дальше как бы мы не закрывали наш пинхолл диафрагму если половина нам еще дает что-то четверть еще хоть какую-то небольшую дает дальше закрывать уже особого достоинства никакого у нас не будет и давайте посмотрим теперь на аксиальное разрешение объективов которые установлены у нас на одном из конфокальных микроскопов этот глицериновый это масляный это тоже масляный сразу подпишем это безиммерсионные объективы снято было у нас поставлено соответственно здесь вы видите что для скажем десятого объектива с небольшой числовой апертурой максимальную толщину среза который вы можете получить ну это где-то в размере 7 микрон а если вы вспомните что толщина среза гистологического обычно 7 микрон станет понятно что на таком объективе с такой числовой апертурой снимать на конфокальном микроскопе в общем-то смысла и нет вы получите на ваш один реальный срез один оптический срез ну можно в принципе его располовинить на 2 но опять же разрешение OZ хорошего вы не получите берем объектив другой здесь числовая апертура уже 0.5 ну и как видите здесь в принципе мы получаем где-то порядка 3 микрон и мы можем уже сделать срезы с шагом полтора микрона достаточно много и получить какое-то представление о том что у нас есть внутри нашего препарата два объектива близких числовая апертура 1 и 2 числовая апертура 1 и 3 как видите здесь единственное разная иммерсия используется поэтому они идут несмотря на что апертура немножко различается почти нос в нос и здесь уже на размере диафрагмы равной единице мы можем получить порядка 1 микрона что уже достаточно неплохо то есть мы можем снимать теперь наш препарат с шагом пол микрона по толщине и получить достаточно большой набор таких оптических срезов а вот теперь обратите внимание на следующее 63 объектив масляный 100 объектив масляный обратите внимание числовая апертура у них одинаковая и естественно что можно было предполагать из формулы и что мы теперь видим ну изключение вот этой части здесь немножко все-таки наверное ошибка измерения они идут ноздря в ноздрю у нас увеличение нигде на разрешение не влияет у нас на разрешение влияет только вот эта вот часть числовая апертура отсюда интересный вывод то если бы было бы возможно создать скажем объектив с увеличением 10 крат но с числовой апертурой 1.4 то для конфокального микроскопа это был бы единственный объектив который вам был бы в принципе бы нужен к сожалению физические ограничения не позволяют нам такое сделать но в принципе для вас на конфокальном микроскопе самое главное не увеличение а числовая апертура объектива и наличие коррекции на разные аберрации это даст вам наибольшее качество так что если вдруг у вас на микроскопе скажем есть только 63 объектив числовой апертуры 1.4 то смысл просить сотый объектив не нужно максимальная числовая апертура у вас и так есть но зато на 63 объектив у вас будет больше поля зрения вы увидите большую часть препарата ну и давайте посмотрим теперь сравнение разрешения которое мы с вами увидим препарат который отснят это с интернета картинки взяты не наши к сожалению здесь мы смотрим на него с плоскости x y в которой снимали а здесь мы повернули наш этот блок и смотрим на наш препарат с плоскости z и как видите разрешение в x y значительно лучше чем разрешение в плоскости пускай это будет например z x если вы хотите можно вот так сделать соответственно вот этот кусочек нашего препарата вот эта толщина напомню формула для подсчета разрешения один диск ири для x y для z и вывод который нам нужен разрешение по z у нас всегда в конфокальном микроскопе будет хуже чем по x y поэтому если в вашем образце есть какие-то участки которые вам нужно с максимальным разрешением снять попробуйте образец сориентировать таким образом чтобы эти участки и это разрешение оказалось в плоскости x y ну а плоскость z конечно оставить уже только для каких-то менее информативных частей препарата несколько буквально слов о том что нам нужно теперь опять же формально объяснить мы с вами говорили о динамическом контрасте но пока только на словах давайте посмотрим на слайд предположим что у вас есть вот такая ситуация некий объект очень яркий там где-то конечно у него будет пик ну скажем он не знаю в тысячу раз ярче чем вот этот вот объект который вот здесь вот у нас есть он видите спрятался в первый второй третий фракционный максимум от этого нашего яркого яркого объекта согласитесь здесь его ну сложно распознать особенно если скажем контраст тысяча неких условных единиц к одной условной единице с другой стороны если у нас микроскоп конфокальный что он делает вот на этой функции рассеяния точки отрезает так только центральную часть примерно что было в широкопольном микроскопе понятно что это некая модель и опять же если кто-то хорошо знает физику сильно не ругайтесь немножко по-другому все но вот примерно как можно себе представить распределение интенсивности или яркости если хотите света в широкопольном конфокальном режиме для одной единственной точке и становится понятно что если мы теперь обрезали вот эти вторичные максимумы обоих точек то вот наш яркий объект пускай он некую тысячу условных единиц имеет вот наш тусклый объект пускай он одну условную единицу имеет но теперь между ними у нас нет никакого сигнала и мы их можем действительно различить хотя понятно в первом случае объект лежит на расстоянии гораздо большем чем критерий реле и по идее мы должны были бы различить в первом случае это что касается динамического контраста теперь то что касается разрешения при которой мы должны снимать наш препарат мы уже говорили об этой проблематике когда рассматривали камеры но давайте вернемся к ней еще раз и опять же попробуем более-менее формально уже такое объяснение сделать наверняка вы слышали на курсе физики про теорему Котельникова очень близкое к ней понятие которое больше любят в иностранной литературе это критерии Найквиста на самом деле объясняют они примерно одно и то же и честно говоря если была бы возможность писать учебник я бы написал это критериями Котельника Найквиста если бы меня за это сильно не поругали давайте посмотрим что эта теорема и этот критерий говорят они конечно говорят не в изображении а скажем о пускай будет о неких волнах пускай будет в диапазоне звуковом они говорят о том что если мы хотим какую-то волну хорошо передать то нам нужно мерить с определенной частотой если у нас частота волны какая-то определенная то нам нужно мерить с частотой в два раза больше чтобы мы могли на самом деле сказать полностью описать эту волну то есть вот нам нужно где взять тогда измерение и тогда мы в принципе можем примерно функцию аппроксимировать и хоть как-то ее описать то есть чтобы вот такую синусоиду с частотой лямбда мы могли описать нам нужно измерять ее с частотой как минимум в два раза больше давайте посмотрим теперь как эти показатели могут быть использованы в нашей конфокальной микроскопии у нас есть несколько случаев предположим у нас есть два объекта как видите с точки зрения критерия релея так как они как раз на минимальном расстоянии различения находятся мы должны были бы их различить давайте попробуем теперь сканировать вот такие точки с разным шагом конечно мы можем взять очень мелкий шаг и точно получить разрешение как видите вот эти точки у нас хорошо будут разрешены это соответственно интенсивности которые мы с вами получили но всегда ли нужно так мелко сканировать ведь при этом будет увеличиваться размер файла ну это сейчас не так страшно да сейчас накопители недорогие и достаточно объемные но это будет очень сильно увеличивать время сканирования а время работы на приборе стоит денег они могут просто не пустить на несколько дней сканирования это уменьшает работу с нашим препаратом он быстрее выгорает ну и много других тоже минусов себе несет предположим что мы возьмем ровно такое же количество точек как у нас соответственно вот этих вот оптических здесь могло бы уложиться здесь могло бы уложиться если мы нарисуем да 4 таких оптических точки предположим дорисуем здесь и возьмем 4 же точки сканирования но посмотрите если мы сложим мощности вот этих участков на наши картинки излучения то разрешение мы никакого не получили если здесь оно очевидно здесь мы это разрешение потеряли хотя эти точки с точки зрения оптического разрешения у нас в принципе должны были быть видны как отдельные ну и возьмем теперь ситуацию которая соответствует критерию Найквиста или если хотите теоремию Котельникова в два раза больше точек мы взяли у нас здесь например теперь уже не 4 а 8 точек и как видите в данном случае мы получаем с вами разрешение то есть это минимальное значение при котором мы это разрешение можем получить один единственный случай когда мы это разрешение получить не можем давайте тоже рассмотрим положим у нас та же самая синусуидальная волна с некой частотой лямбда и мы теперь попытаемся ее мерить на каком-то расстоянии в таком опять же в два раза больше возьмем где у нас посмотрите волна окажется будет проходить одну и ту же точку давайте мы меряем везде 0 и это единственный случай при котором мы с вами не получим сохранение разрешения и с вами в два раза больше точек с другой стороны конечно то что мы с вами сейчас считаем это теоретически возможное максимальное разрешение и реального микроскопа оно конечно же несколько ниже поэтому если мы берем просто в два раза больше точек сканирования мы с вами себя можем обезопасить от всех этих случаев однако если вы будете обрабатывать ваше изображение в дальнейшем при помощи методов деконволюция прошлая лекция самый конец это как раз вот этот метод мы с вами рассматривали этот метод используют форму точки рассеяния единичной функции точки рассеяния для того чтобы можно было восстановить контрастность изображения и конечно для этого метода потеря данных здесь в принципе неприемлема и тогда нам придется взять в три раза больше точек чтобы уж точно избежать вот этого вот неприятного случая таким образом чему должна быть равна равно разрешение сканирования нашего конфокального микроскопа чтобы не потерять оптическое разрешение которое он нам дает нам нужно взять минимально в два раза больше точек ну соответственно в три раза больше точек если хотим делать деконволюцию сейчас мы рассмотрим при настройке микроскопа это более подробно ну и еще одно достоинство нашего конфокального микроскопа то что мы можем с вами сканировать не все поле зрения при необходимости, а какую-то его часть. Ведь что у нас может быть? По какой-то причине, будь то фотовоцветание, или у нас клетка быстро двигается, или нам нужно быстро снять, у нас может быть ограничено количество точек, которые мы можем использовать для того, чтобы зарегистрировать наш объект. Предположим, вот все наше поле зрения, красивые астроциты мозга крысы. Предположим, у нас есть всего 64 точки, которые мы хотим все это снять. Если мы все поле зрения 64 точками снимем, посмотрите, какая картинка получается. Разрешение мы однозначно потеряли. Все тоненькие отростки астроцитов в данном случае стали абсолютно не видны. С другой стороны, если у нас такая ситуация, мы не можем себе позволить больше 64 точек, мы можем попробовать их уложить просто на меньшее расстояние, сканировать. Так у нас микроскоп сканирующий, мы можем любой участок, и те же самые 64 точки использовать для сканирования вот такого небольшого участка. Ну и посмотрите, в данном случае разрешение у нас никоим образом не потеряно. Все отдельные участки этой клетки видны. В общем, мы с вами при этом сохранили решение. Таким образом, когда мы будем говорить о том, что нам нужно сделать количество точек весьма однозначно понятное для того, чтобы сохранить разрешение, мы можем несколькими способами идти. Либо увеличивать количество точек и снимать все поле зрения нашего микроскопа, либо использовать вот такое частичное сканирование, если хотите плавное увеличение, либо, как некоторые используют английскую кальку, зуммирование или зум на нашем конфокальном микроскопе. Идея в более простом варианте. Мы можем сканировать наш препарат вот так, строчка за трочкой, все поле зрения, а можем с более мелким шагом сканировать, например, только какую-то часть нашего препарата. И становится понятно, почему, если бы вдруг появился объектив 10-ти кратной числовой апертуры 1,4, нам больше ничего было бы не нужно. На 10-м объективе у нас было бы максимальное поле зрения, мы увидели большую часть препарата одновременно, и после этого мы могли бы любую часть препарата вот таким образом, при помощи увеличения дополнительного, либо, если хотите, зуммирование, английскую кальку будем использовать, снять любой участок с максимальным разрешением. Но, к сожалению, пока такой объектив никто еще не создал. Давайте посмотрим, как нам рассчитать теперь количество точек, которое нам нужно минимально. Предположим, что мы с вами используем в данном случае возбуждающий свет, а мы помним, что для разрешения по x и y нам нужно здесь взять свет возбуждения, 520 нанометров. Предположим, что мы используем объектив числовой апертуры хорошей 1,4. Формула для случая одного диска ERI, пинхола равного одному диску ERI, у нас очевидна. Если в задачке не будет указано, то стандартно это как раз один диск ERI, то есть используем тогда вот эту форму. Теперь мы можем сказать, чему у нас равно разрешение одной оптической точки. Вот этот размер. То есть где-то 0,15 микрона, то есть 150 нанометров. Очень хорошо, на самом деле высокое разрешение. И мы знаем, что у нас поле зрения, то есть мы померили, что, скажем, вот эта вот часть, у нас 330 микрон. Как померили? Линейку положили, отсканировали ее, то, что было на прошлом занятии. И, соответственно, знаем теперь, что это 330 микрометров. И теперь мы можем просто посмотреть, сколько таких оптических точек на 330 микрометров у нас уложится. Получили где-то 1150, наверное, если, опять же, я не ошибся в подсчете. И понятно, что для того, чтобы мы с вами теперь могли снять этот препарат без потери, нам нужно это значение умножить как минимум на 2 и получить где-то 2300 примерно точек. А, ну, кстати, ответ есть, так что, скорее всего, не ошибся. Вот такие задачки будут встречаться на зачете. Обращайте внимание на размер диска Эрии, на размер пинхолл диафрагмы. Чаще всего будет 1 диск Эрии, но в некоторых случаях в задачке может быть указано четверть диска Эрии. И тогда здесь в формуле вместо 0,64 будет другое значение. Понятно, что, конечно, в данном случае мы посчитали только разрешение по x и y. Я не буду тогда давать задачку на разрешение по z, потому что тут, очевидно, просто поставить значение и ничего больше. А вот то, что нам нужно отдельно будет оговорить, это то, что так как микроскоп у нас с вами сканирующий, то сканировать мы можем как хотим. Можем сканировать какую-то часть только препарата, а не весь. Можем сканировать x, y, получив одну картинку, потом, скажем, сканировать z, сдвинуть препарат, сканировать дальше. Мы можем сканировать x, z, то есть какую-то линию по глубине препарата. То есть это все уже зависит от наших задач, что мы хотим получить. И сканирование, с которым вы будете работать, 90% времени стандартное x, y, z. Так как по z препарат движется медленнее всего, понятно, что если мы будем сканировать x, y, а потом только один раз z переводить, то такое сканирование будет работать наиболее быстро. В итоге мы получаем набор отдельных оптических срезов. Но, как видите, они не позволяют нам увидеть клетку целиком. Они очень тонкие. Что мы можем сделать? Мы можем теперь их положить друг на друга и взять с каждого только самую яркую точку. Так называемый расширенный фокус или z проекция. И картинка, которую мы с вами получили после такого расширенного фокуса или z проекции, вставлена здесь, так как самая яркая точка с каждого из положений взята, мы теперь видим вот эти клетки, как будто мы их видели бы во флюисцентной микроскопии, но с максимальной глубиной фокуса, насколько это было бы возможно. Пример. У нас есть некая клетка, и вот мы сканируем первый раз x, y, передвигаем столик вниз, второй раз x, y, третий раз x, y, и таким образом получаем набор оптических срезов. Какие еще варианты сканирования возможны? Первый вариант, мы можем сканировать не x, y, z, а просто x, y. Мы можем просто с вами снять один всего лишь кадр. Вполне возможно. x, z. Предположим, что наш объект находится где-то в глубине. Нас интересует не то, что у него в плоскости происходит, а то, что у него происходит в глубине. Тогда у нас будет по одной линии сканироваться объект вот туда, в глубину внутрь. x, z, y. Может быть, нас больше интересует, что происходит в глубине, хотя это будет и медленнее. И просто меняем последовательность сканирования. Вначале сканируем вот так, потом передвигаемся в следующий, сканируем вот так, передвигаемся в следующий. И несколько вариантов сканирования, которые позволяют увеличить скорость работы вашего микроскопа. Предположим, вас не очень интересует на самом деле самая вся картинка, а вы исследуете физиологию. Какие-то процессы, которые происходят очень быстро. И хотите получить, не знаю, 400 кадров в секунду. Это, в принципе, на конфокальном микроскопе вполне возможно. Но вы ограничены количеством точек, которые вы можете просканировать в течение одной секунды. И в идеале вы можете сканировать вообще одну точку на микроскопе, если есть такая опция, если она куплена. К сожалению, возможность не двигать луч нужно докупать отдельно, как ни странно. Но, тем не менее, вы можете сделать вариант сканирования XT. Одна единственная точка на препарате, зато очень быстро и по времени. И если здесь меняется какой-то физиологический параметр, яркость флорохрома, например, или спектр распускания флорохрома, то вы сможете теперь, при необходимости, с очень большой скоростью, много-много-много тысяч точек в секунду, эти изменения посмотреть. Второй пример. Предположим, нас будет интересовать, скажем, какая-то линия. У нас есть какая-то клетка, есть какой-то аксон. И мы можем сканировать уже не одну точку, так как у нас X, это все-таки линейная координата, а сказать, что мы хотим сканировать по протяженности, например, аксона нашей клетки, туда-сюда. Пускай здесь будет, например, 64 точки всего. Но, так как это мы сканируем еще по X и T по времени, понятно, сколько мы таких точек за секунду сможем собрать. И тогда мы получим некую двухмерную картинку, например, транспорта какой-то визикулы по этому нашему аксону. То в это время T1 она была здесь, в это время T2 она была здесь и так далее. Это можно делать очень и очень быстро. Ну и последний вариант сканирования, который может быть интересен. Например, если вы работаете с автофлюресценцией, каких-то растительных клеток или микробных сообществ, это возможность так называемого лямбда-сканирования. Такое лямбда-сканирование. Вы помните, на конфокальном микроскопе чаще всего в качестве детектора, который позволяет нам увидеть только определенную часть спектра в качестве такого блокирующего фильтра либо фильтра испускания, если хотите, у нас стоит настраиваемая система. Либо призма, либо дифракционная решетка. И в случае призмы, двигая вот эти две шторки, можем выбирать из всего спектра какую-то часть, которая нас интересует. Таким образом, в принципе, мы можем превратить наш конфокальный микроскоп в микроспектрофлуорометр. Для каждой точки нашего препарата померить флюресценцию во всем спектре. Конечно, там шаг будет не очень большой, порядка 5, скажем, нанометров. Но мы можем с вами при возбуждении, скажем, там 405 нанометров, посмотреть от 400T до, скажем, там 800 нанометров, как будет меняться спектр распускания с нашего препарата. Это может быть полезно, если вы, например, хотите оценить автофлюресценцию вашего препарата, в какой части вам взять спектр. Вы можете просканировать его таким образом, с разными длинными волн возбуждения, и посмотреть, как будет меняться его собственная автофлюресценция, чтобы выбрать, например, в данном случае флуорохром, который будет светиться либо здесь, где, собственно, автофлюресценции препарата нет, либо здесь, где она достаточно маленькая. И понятно, что этот участок, например, использовать будет уже нельзя. Таким образом, вот это следующее сканирование, это вы получаете теперь изображение в каждой части спектра. Возбуждение, вот, спускание, вы в нескольких местах зарегистрировали. Я попробую на практике это сделать для какого-нибудь препарата с хорошо выраженной автофлюресценцией. Следующее, что нам нужно обсудить, это так же, как мы обсуждали с вами, когда говорили камеры, соотношение сигнал-шум. Понятно, что если шум, который у нас есть, поставим по уровню с нашим сигналом, мы вообще ничего не увидим. Если у нас хоть чуть-чуть сигнал будет лучше, чем шум, мы уже что-то с вами сможем, в принципе, увидеть. Но картинки будут не очень хорошие. Ну, например, типичная картинка конфокального микроскопа, когда вы работаете с живыми клетками, выглядит вот так. Неприглядно. Конечно, общую форму клетки видно, но понятно. Тут ничего не поделаешь. Почему возникает такая картинка, почему вот есть такие отдельные точки? Как вы помните, у нас есть как минимум один источник шума, с которым мы ничего не можем поделать. Это так называемый ближний или фотонный шум. Вот эти наши красивые функции распределения точек, которые мы рисуем, хорошо работают только в одном случае, если у нас фотонов много. А если у нас фотон всего один, то эта функция становится функцией вероятности. Фотон может упасть сюда. 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 То есть, например, мы с вами набрали 5 фотонов, и вот они как упали. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно, что они полностью эту картинку не повторяют. И, скажем, мы вот эту точку смотрели, а фотон с этой точки пришел. И поэтому вот на фоне видим такие отдельные точки. Плюс, сами по себе детекторы имеют некий темновой шум. Тут никуда не денешься, за исключением самых современных, у которых он тоже есть, но очень маленький. И, конечно, решать эту ситуацию можно только одним способом. Увеличивая статистику. Например, дольше сканируя каждую точку нашего изображения. Тогда мы наберем уже большее количество отчетов, и, в принципе, это количество отчетов позволит аппоксимировать нашу вот эту функцию. Пример. Дольше сканировали, получили картинку. А что еще мы с вами можем сделать? Мы можем сканировать наше изображение несколько раз и усреднять. Предположим, мы вот такое изображение просканировали 10 раз, усреднили, и получили вот такую картинку. Что нам здесь важно? Усреднение действительно очень часто используется в конфокальном микроскопе, и мы будем им пользоваться постоянно. Но, если вы хотите получить очень хорошую картинку, обратите внимание, что есть некий предел. Если вы хотите увеличить, скажем, качество вашей картинки в два раза, вам достаточно четырех кадров. и здесь под корнем квадратным находится. А если вы хотите увеличить соотношение сигнал-шум в вашей картинке в 10 раз, вам придется уже 100 кадров брать. И здесь могут быть проблемы. Препарат может к последним кадрам уже просто-напросто выцвести, и усреднять вы будете уже не ваш сигнал по отношению к фону, а фон по отношению к вашему препарату. То есть здесь нужно иметь представление о том, насколько ваш препарат хорошо относится к свету, двигается ли он или нет. И на основе этого можно будет принимать решение, сможете ли вы использовать такое большое количество кадров для того, чтобы сделать усреднение. Какие есть варианты улучшения соотношения сигнал-шум или усреднения? Во-первых, можем усреднять по кадрам. То есть каждый раз мы можем с вами снимать один и тот же кадр, никуда не передвигаясь в микроскопе, и просто накапливать здесь значение нашего сигнала. Шум, понятно, он случайен, и при усреднении его значения будут уменьшаться до, соответственно, значения среднего шума. Что мы еще можем делать? Мы можем одну и ту же строку несколько раз просканировать и усреднить. Предположим, что объект у нас куда-то спешит, двигается, и тогда, конечно, усреднение по кадрам даст нам несколько положений объекта. Хотя это был один и тот же объект, который просто двигался. В случае усреднения по строкам, пока мы не дошли до объекта, медленно двигались, ничего страшного. Объект у нас небольшой, поэтому мы его прошли небольшим количеством строк достаточно быстро. Конечно, он же теперь не такой кругленький стал, а немножечко вытянутый, потому что он тоже двигался в эту сторону. Но как минимум, несмотря на вот такое небольшое искажение, чисто геометрическое, мы наш объект более-менее хорошо все-таки смогли снять. Ну и последний момент, как мы можем с вами усреднению использовать, это накопление. Когда мы не усредняем значения, а просто складываем. Предположим, что у вас очень-очень слабый флорохром и светится как несколько буквально структур. Светится настолько мало, что соотношение сигнал-шум, ну, скажем, совсем маленькое. 1,2, к примеру, всего лишь. Тогда вы можете снять один кадр, снять второй кадр, третий, и их сложить. Конечно, у вас будет тогда расти и значение здесь вот яркости фона. Но яркость фона будет расти меньшими темпами, медленнее, чем яркость ваших объектов. В итоге у вас фон будет иметь какое-то значение не равное нулю, а больше, скажем, там пускай 120 единиц неких. Зато объект у вас будет иметь, скажем, 150 единиц. И понятно, что сигнал-шум в данном случае увеличится. И таким образом, при работе с тусклыми объектами можно использовать еще накопление. Опять же, при всех вариантах усреднения сканирования нужно иметь представление о вашем объекте. Насколько хорошо он выцветает, либо насколько быстро он двигается. Говоря о конфагальном микроскопе, мы с вами говорили, что в качестве детектора мы уже используем с вами не камеру, а так называемый фотоэлектронный умножитель. Старый вариант 60-х годов такого прибора здесь для высоты представлен. Что и себе этот прибор представляет? Это вакуумная лампа. В которой есть некоторый набор отдельных электродов. И есть вот эта передняя часть светочувствительная, на которую нанесены ионы щелочных металлов, которые при наличии определенного напряжения могут делать конверсию фотонов в электрон. То есть у нас прилетел какой-то фотон. Понятно, что не для каждого фотона это сработает. Квантовая эффективность у них очень маленькая. В лучшем случае какие-нибудь 30%. Это самый лучший фотоэлектронный умножитель, который есть. То есть из 100 фотонов только 30 мы, по идее, можем зарегистрировать. Но тем не менее, если уж этот фотон электрон нам здесь дал, то дальше у нас стоит набор отдельных электродов, при попадании на который этот наш один электрон дает несколько. Дальше следующая пластинка, попадая на нее уже два электрона, дадут там, скажем, 4, 8, 16, 32 и так далее. Регулируя напряжение на этих пластинах, мы можем регулировать коэффициент усиления. То есть сколько электронов в среднем у нас будет появляться на падение на пластину одного единственного электрона. И, естественно, для каждой этой пластинки мы должны подать свое напряжение, чуть-чуть больше смещенное. И вот такая схемка в итоге даст нам возможность зарегистрировать на последнем электроде некоторый ток там миллиампера, который и будет нам говорить о том, сколько фотонов пришло на вход нашего прибора. Понятно, что работать этот прибор может очень быстро, потому что если ничего на входе нет, то, соответственно, на выходе не должно быть. Но, к сожалению, как всегда, что в физике, что в биологии всегда есть большое жирное но. Если мы используем достаточно большую разницу напряжений, для того, чтобы был хороший коэффициент усиления, генерация вот таких вот электронов возможно и в отсутствии света. какого света на наш прибор не подаем, но за счет того, что температура у нас больше абсолютного нуля, и у нас есть вот такие вот разницы потенциалов, как видите, здесь, скажем, мы 1200 вольт поделили на сопротивлениях на 6 равных промежутков, 1200 на 6, соответственно, по 200 вольт у нас разница между каждой из пластин. и получается, что в некоторых случаях у нас может возникнуть здесь электрон или здесь электрон или здесь, и какое-то количество тока мы с вами все-таки сможем зарегистрировать, даже когда никакого света на этот прибор не приходит. И второе ограничение. Предположим, мы теперь очень-очень-очень много фотонов света на этот прибор подаем. В какой-то момент времени у нас уже на первой пластине образуется настолько большое количество электронов, что остальные пластины уже ничего добавить не смогут, потому что в принципе мы ограничены током, который дает вот этот наш источник высокого напряжения. Если он, скажем, дает 50 микроампер, то больше 50 микроампер вот здесь на выходе, а на самом деле меньше чем 50, мы получить уже не сможем. Неоткуда взяться. Вот на самом деле ток, источник тока, который мы здесь можем с вами регистрировать. И получается, что если света очень много, то умножитель при добавлении света еще уже различить это не сможет. то у него будет так называемый эффект насыщения. И давайте посмотрим теперь на эту схемку для нашего микроскопа. У нас есть наш фотоэлектронный умножитель. у нас есть некая схема согласования усиления, потому что понятно, что эти очень маленькие токи нужно привести все-таки какие-то значения, причем желательно напряжение. У нас есть аналога цифровой преобразователь, который эти токи аналоговые теперь в виде каких-то цифр, скажем, от 0 от 255 представит. Ну и программа обеспечения, которая все это контролирует. И коэффициент усиления, усилители, высокое напряжение и так далее. Что для нас здесь на этой схемке важно? Это то, сколько градаций яркости для каждой точки мы можем получить. То есть какое мы хотим использовать, какую разрядность аналога цифрового преобразователя. Чаще всего на микроскопах есть 8 и 12 бит, иногда еще 10 встречается бит. Ну, понятно, что это степени двойки, поэтому значение это просто 2 степени сколько бит у вас есть. Проблемы, которые здесь есть, это искажение сигнала, то есть линейность или нелинейность передачи значений яркости, которые мы получаем с нашего микроскопа. В идеале мы хотим с вами такую картинку. Сколько мы с вами подали на вход в фотонах, правда, сколько мы получили с вами на выходе, ну, предположим, в каких-то цифрах от 0 255. И идеальная передача сколько было, столько стало. Бывают линейные искажения, собственно говоря, усиление, которое мы с вами меняем, это не что иное, как вы помните в предыдущей лекции, когда мы разбирали обработку изображений, это наклон этой кривой. Но также, к сожалению, возможны нелинейные искажения, которые мы не сможем так легко исправить. И если мы теперь посмотрим, как будет работать наш фотоэлектронный умножитель, то мы увидим следующую интересную картинку. Мы ничего не подаем на вход, но на выходе за счет темнового тока у нас уже есть какое-то значение. Положим 5 условных единиц. Дальше мы немножечко добавляем света и у нас нелинейно меняется количество сигнала, которое мы регистрируем. Скажем, там, до сети. Дальше теперь мы в два раза увеличили, скажем, яркость света, в два раза увеличилось у нас значение, которое мы получили, линейный участок. Ну и теперь, когда мы доходим до насыщения нашего прибора, предположим, что максимально он у нас может выдать там 50 ампер, и вот понятно, что больше получить не можем. Подходя к насыщению, у нас опять же нелинейный участок и при вращении в два раза вращение сигнала здесь у нас может совершенно как-то нелинейно дать какое-то непонятное значение. Конечно, нам в идеале работать нужно вот в этом линейном участке. Когда мы точно знаем, что в два раза больше света, в два раза больше сигнала, мы тогда можем оценивать наш препарат. И поэтому настройка конфокального микроскопа с фотоэлектронным умножителем, сейчас есть конфокальный микроскоп с другими детекторами, где настройка сильно проще, но мы рассматриваем такой стандартный вариант, заключается в следующем. На этом графике нам нужно найти несколько точек. нам нужно с вами понять, где мы ставим ноль, откуда мы начинаем считать вообще, что хоть какой-то свет есть. То есть мы можем сказать, что на самом деле вот ноль, который мы хотим. И мы можем регулировать наклон вот этого линейного участка. Предположим, что набор яркости, который мы хотим зарегистрировать, вот такой. Можем сделать наклон линейного участка вот таким, а дальше это не линейный участок, который нас не очень интересует, по яркости будет находиться уже за этой частью. То есть настройка на самом деле фотоэлектронного умножителя у нас вот это вот смещение нуля или оно еще offset обычно написано на английском и усиление или если на английском говорим gain это настройка нашего фотоэлектронного умножителя так, чтобы все яркости, которые мы наблюдаем на препарате находились на линейном участке его работы. Что при превращении яркости в два раза у нас и превращение значений, которые мы получаем с этого прибора, тоже было в два раза. Как это настраивается? Предположим, у нас есть некий препарат и мы можем с вами менять оба параметра и усиление и смещение. Мы с вами меняем усиление. Как видите, у нас становится препарат все ярче, ярче, и ярче. Но здесь, посмотрите, мы уже не можем сказать, чего об этой структуре клетки, потому что все яркости, которые нам дали, скажем, больше, чем 255, понятно, что 8-бит нам будут равны 255. Мы их потеряли. Здесь у нас все яркости, которые меньше, скажем, условного, там какого-нибудь нуля, десяти, скольки хотите, будут равны вот этому минимальному значению. И есть некое значение, более-менее идеальное, где у нас нету точек с максимальной яркостью. В идеале нету точек с минимальной яркостью, и мы снимаем всю нашу картинку без потери дам. Смещение. Как мы говорили, у этого фотоэлектронного умножителя есть так называемый темновой ток, когда мы ничего совершенно не подаем на его вход, но тем не менее получаем некий сигнал. И если у нас смещение равно нулю, то есть мы хотим зарегистрировать весь сигнал, который есть. Посмотрите, фон, где ничего в нашем препарате нет, у нас имеет какое-то значение, предположим, 10. Если мы теперь смещение будем настраивать так, чтобы вот этот фон стал минимально ярким, насколько это возможно, имел значение какому-нибудь там, скажем, единичка, то вот мы с вами настроили усиление и смещение для нашего микроскопа. Понятно, что в таком объяснении теоретическом это достаточно сложно звучит. Давайте посмотрим, как это делать на настоящем микроскопе. Для упрощения этой задачи, понятно, что изображение у нас это только набор яркостей, поэтому цвет мы можем передать им любой, который нам нужен. Мы можем сделать так называемые псевдоцвета, когда черно-белая картинка у нас будет раскрашена в зависимости от яркости точек, которые мы получаем. Предположим, в псевдоцвете в дапе снятые ядра, мы эту черно-белую картинку покрасили в синий цвет, чтобы дапе был похож на настоящий. И в случае, если мы пользуемся, например, микроскопом Лейковским, то картинка будет выглядеть вот так. Точки, значения которых равно нулю, слишком темные, будут зеленые. Точки, значения которых равна 255, слишком яркие, будут синим. Ну, а все остальное будет вот таким вот желтым-красным. И наша задача уменьшить количество зеленых и синих точек, регулируя смещение и усиление. Потому что в этих точках данные мы с вами потеряем. В случае, если мы пользуемся платформой CESA, просто поменяются цвета. Синим у нас будет тогда те точки, где слишком мало яркости, равно нулю, и красным те точки, где у нас яркость будет слишком большая, скажем, 255. В виде такого домашнего задания и то, что у нас будет к практике для обсуждения, подумать, нужно будет допустимы ли точки, которые будут уходить в насыщение, то есть иметь максимальную яркость, или будут иметь нулевое значение, если допустимо, то когда это в виде такого небольшого домашнего задания. Ну, и еще одно важное замечание, это то, что если у вас на препарате не получается нормальной картинки, слишком темный препарат, вы увеличиваете яркость возбуждающего света, например, берете, увеличиваете мощность лазера, вполне возможно, что будет очень интересная ситуация, вы будете увеличивать мощность лазера, а картинка у вас будет становиться темнее. Казалось бы, странное противоречие, вы увеличиваете мощность возбуждающего света, картинка темнеет, можно было бы сделать предположение, что у вас препарат выцветает теоретически, но практически возможен еще один интересный подход. Давайте посмотрим, например, вот здесь вот, если будем смотреть, у нас очень большая мощность возбуждающего света и мы можем весь наш флорохром перевести в так называемое триплетное состояние, когда он же светится в принципе не будет. И понятно, что это достаточно большое время уже и он очень редко отсюда будет выходить обратно. Это будет означать следующее, что этот флорохром на данный момент в качестве флуоросцентного красителя не работает. Поэтому мы, соответственно, здесь ничего с вами не увидим. То есть увеличение мощности лазера после определенного значения для некоторых случаев конфокальной микроскопии может не приводить к улучшению нашей картинки, к увеличению яркости. При такой мощности создающего света мы будем переходить просто в триплетное состояние весь наш флорохром. Ну и к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что, как любой прибор, конфокальный микроскоп имеет ряд ограничений. Первое ограничение. Мы не можем с вами получить от него все сразу достоинства. Мы не можем получить высокое пространственное разрешение, высокое временное разрешение, ну и хорошее соотношение сигнал-шум. Мы можем выбрать либо что-то одно, либо какую-то часть, где мы, например, хотим получить высокое пространственное разрешение и хорошее соотношение сигнал-шум. Либо пространственное разрешение временное, либо временное и соотношение сигнал-фу. При этом выбрать, что именно вы хотите, нужно заранее. И в зависимости от этого настройка вашего микроскопа будет в данном случае сильно меняться. Говоря о невозможности получения сразу же всех трех достоинств конфокальной микроскопии, нам нужно теперь обсудить некий усредненный план настройки конфокального микроскопа. Понятно, что в зависимости от производителя модели микроскопа будут некоторые отличия, но тем не менее можно попытаться формализовать этот процесс, указав на несколько отдельных вещей. Ну и прежде всего, понятно, что сразу же поставив препарат в конфокальный микроскоп, посмотреть его, наверное, не получится. По одной простой причине, так как в конфокальном микроскопе мы видим только одну плоскость фокуса, и предположим, препарат у нас толщиной 7 микрон, но расстояние, на которое может двигаться столик, предположим, целый сантиметр. И теперь представьте, что навестись на резкость в конфокальном режиме, это найти вот эти 7 микрон в целом, положим, сантиметре, даже если хотя бы всего лишь, движение столика. Согласитесь, задача очень нетривиальная. В случае обычного микроскопа, не конфокального, вы будете видеть приближение к фокусу за счет внефокусного света, за счет картины, которая вначале нечетко, а потом станет все более и более четкой. В случае конфокального микроскопа его цель увидеть только то, что находится точно в фокусе. Поэтому, конечно, прежде всего, нужно либо в обычном широкопольном режиме проходящего света, либо в флюисцентном режиме, заодно и проверить флюисценцию вашей метки, сфокусировать микроскоп на объекте исследования. Дальше нам нужно будет перевести микроскоп в режим работы с конфокальной насадкой. Чаще всего есть некий переключатель, либо целый набор отдельных пунктов, которые мы сделаем, чтобы микроскоп сделать способным работать в конфокальном режиме. Если это автоматизированный микроскоп, то, скорее всего, вам достаточно будет нажать одну кнопочку «Скан», «Старт» или что-нибудь. Теперь, используя программу обеспечения, мы выбираем лазер для какого-то одного из наших флуорохромов и ставим его на очень небольшую мощность, там 5-10% где-то. Опять же, в зависимости от линии, если мы говорим, например, о лазере газовом и аргоновом, аргон-ионном лазере, то, например, 488-я линия там очень мощная. Там может быть около вата мощности световой. И, конечно же, тогда нужно изначально ставить очень небольшие значения. Может быть, даже процент или меньше. Почему? Так, мы еще не знаем, насколько хорошо у нас препарат относится к свету. Так, мы не знаем, как себя поведет флуорохром, либо, если это живой препарат, как он ведет себя при таком случении. Если мы сразу же поставим большие значения, то мы просто наш препарат за счет фотовыцветания сделаем недоступным для исследования в флуороцентном режиме. Поэтому изначально мы ставим с вами очень небольшую мощность возбуждающего света лазера, но потом его поднимаем по мере необходимости. Дальше, если у вас микроскоп не автоматизированный, конфокальный, то вам придется самим выбрать дихроичное зеркало, вот эту светоделительную пластинку, под тот лазер или тот набор длин лазеров, который вы выбрали. Теперь вы наверняка уже немножечко представляете себе, каким флуорохрому ваш препарат вы окрасили. Как минимум, знаете его максимума спектра поглощения, вернее, возбуждения в данном случае, максимума спектра испускания. И поэтому вы устанавливаете границы регистрации вашего флуорохрома по максимуму спускания вашего флуорохрома. Понятно, что сейчас сканировать с большим разрешением препарат медленно, наверное, смысла нет. Вам нужно проверить качество препарата, настроить фотоэлектронный умножитель, и поэтому мы можем выбрать небольшое разрешение сканирования, например, 512 на 512 точек, чтобы это было более-менее быстро. И пинхолл можно поставить сразу на единицу, чтобы это было какое-то некое стандартное значение, от которого мы дальше будем с вами уже искать. После этого во всех конфокальных микроскопах есть режим так называемого живого сканирования, когда вы включаете микроскоп, и он не записывает данные, а только отображает их на экране во время сканирования. И дальше при помощи либо специальной гальво-вставки, либо микровинта, спуская, поднимая препарат, вы ищете плоскость, где ваш препарат на самом деле находится. Потому что плоскость конфокальной насадки может немножко не совпадать с плоскостью того, что вы видите в окуляре, и, соответственно, будет разницу попробовать найти. В некоторых случаях, если есть гальванический столик специально на микроскопе, можно включить так называемый режим сканирования X, Z, Y, например, или пускай будет даже X, Z проще, чтобы это была одна единственная плоскость. Тогда у вас микроскоп будет сканировать в плоскости X, Y по линии, ну и, соответственно, еще в плоскости Z. И вы увидите, насколько далеко ваш препарат находится от оптимального, соответственно, фокуса. Можно таким способом тоже найти плоскость, если она куда-то далеко ушла. Предположим, все нормально. Переключаясь в режим X, Y, постоянное сканирование. И при необходимости можно отрегулировать теперь пинхол. Предположим, у вас все-таки очень мало света, клетки живые. Ну, вы не хотите их очень сильно травмировать светом, тогда пинхол придется открыть. Или хотите работать на высоком разрешении, тогда пинхол можно немножечко будет прикрыть. Но, опять же, скажу, что в 90% случаев пинхол размером с один диск и РИ, после увеличения, соответственно, объективом, это тот размер, который вам нужен. Чаще всего в микроскопе это размечено именно в единицах размеров от диска и РИ, но иногда бывает и в микронах, когда придется вручную пересчитывать. Дальше. Если у вас спектр вашего флуорохрома может перекрываться с какой-то автофлуоресценцией, например, или с другим флуорохромом, можно его чуть-чуть подправить, подрегулировать, чтобы он был более подходящим. И следующее, что нам нужно, это настроить динамический диапазон нашего детектора. Вот то самое смещение усиления фотоэлектронного умножителя, о котором мы говорили. Некоторые современные детекторы, такие, как, например, гибридный детектор, такие, как специальный, так называемый, лавинный диод, будут иметь другие настройки. Например, у гибридного детектора и у лавинного диода не будет настройки смещения, потому что у них очень маленький собственный шум, и в принципе ноль это практически действительно ноль. После этого у нас теперь есть препарат, плоскость препарата у нас настроена, границы регистрации флуорохрома у нас настроены, динамический диапазон детектора настроен, нам нужно подобрать теперь разрешение по X, Y и при необходимости по Z. Каким образом это можно сделать? Скорее всего, в программе распечения у вас показывается размер вашего текущего поля зрения микроскопа. Вы можете посчитать по формуле примерный размер одной оптической точки, и вам нужно сделать так, что на одну оптическую точку у вас приходилось как минимум две, желательно не больше трех, конечно, точки сканирования. Рассчитываете, дальше увеличиваете либо количество точек, которыми сканируете, либо уменьшаете размер поля зрения, используя как раз вот этот самый зум или дополнительное увеличение. То есть сканирование ставите не всего поля зрения, а какую-то только часть. В дальнейшем, если при таких настройках вам не хватает, скажем, соотношения сигнал-шума, изображения слишком для вас шума, можно подстроить накопление или усреднение либо по строкам, либо по кадрам, если вам это необходимо. Теперь вы можете пройти ваш препарат еще по Z, настроить, соответственно, нижнюю и верхнюю часть, если хотите сканировать XYZ. Но здесь нужно сделать одно замечание. Если вы собираетесь сканировать ваш препарат по глубине в режиме XYZ, то, конечно, настройку детектора, его динамического диапазона нужно делать после того, как вы найдете на вашем препарате, в том числе и по глубине, самый яркий участок, который вас еще интересует. Потому что что может быть? Вы настроили, например, динамический диапазон детектора где-то наверху препарата или внизу препарата, где не такая большая яркость флуорохрома. Вы сканировали ваш препарат, но где-то в середине сканирования у вас какая-то есть клетка, очень ярко окрашена. И понятно, что яркость больше той, которая приравнена к максимальному значению, скажем, для 8-битного преобразователя, это будет 255, зарегистрировать такой преобразователь не сможет. И у вас вся эта клетка будет равномерно, максимально яркой. Никаких деталей внутри нее вы уже не увидите. Поэтому, если будете сканировать в x, y, z, то, конечно, нужно вначале пройтись по z и прежде чем настраивать динамический диапазон детектора, найти самую яркую часть. После этого вы можете произвести сканирование вот этой пачки изображения, но здесь нужно остановиться еще на одном моменте. это о разрешении сканирования по z. Как вы помните, по z мы также можем с вами разрешение посчитать по формуле. Оно, конечно, хуже, чем по x, y. Но здесь, чтобы не потерять разрешение, нам нужно, опять же, использовать критерии Найквиста, или, если хотите, определение, которое было дано в теореме Котельникова. То есть взять на каждую оптическую точку, какого размера она будет по z, можно посчитать, как минимум две точки сканирования. Предположим, что у вас по z разрешение 500 нанометров, полмикрона. Значит, вам нужно тогда сделать, чтобы плоскость сканирования у вас была не больше, чем 250 нанометров, чтобы на одну вот эту оптическую точку пришлось две точки, вернее, два оптических среза в данном случае вашего препарата. Дальше вы можете получить теперь пачку вашего изображения, сказав, снять теперь уже стэк не в живом режиме, а в нормальном. И момент, который неприятный, но все-таки есть, некоторые микроскопы некоторых производителей сохраняют файл в специальном формате, и при этом файл сохраняется только после того, как вы нажмете кнопку «Сохранить», либо раз в какое-то достаточно продолжительное время. И если что-то произойдет с компьютером, или что-то питание, или еще что-то, может оказаться, что ваша пачка, которая снималась, не знаю, там чуть ли не день на микроскопе, будет утеряна, просто потому что файл до конца не записался. Поэтому как только вы пачку сняли, не забудьте ее сохранить на всякий случай. Понятно, что пока мы с вами рассматривали только случай с одним детектором. И в большинстве случаев, в принципе, мы можем обойтись одним детектором. Почему? Мы можем снимать каждый канал последовательно. Мы можем вначале на один детектор сделать настройки, например, чтобы снять DAPI, и получить при этом ядра наших клеток. Второй канал мы можем сделать, например, для того, чтобы снять OLEX-488. Третий раз просканировать наш препарат, уже, скажем, зеленым лазером, чтобы можно было зарегистрировать красное излучение от, предположим, техасского красного, либо 568-ой OLEX и так далее. То есть, в принципе, даже имея всего лишь один детектор и всего лишь небольшой набор лазеров, мы можем просканировать сразу же несколько каналов, но последовательно. Теперь представьте, что у вас какой-то физиологический процесс. Или вам нужно просканировать препарат быстро. И теоретически, если вы можете несколько флорохромов в вашем препарате сразу же возбудить, в некоторых случаях это возможно даже одним лазером. Например, если помните, квантовые точки, не все будут возбуждаться в ультрафиолете, но светить в нескольких частях спектра, видимого, уже испуская. Таким образом, для того, чтобы одновременно зарегистрировать несколько отдельных флорохромов, нам нужно несколько детекторов. И, в принципе, каждая фирма по-разному решает, каким образом можно разделить свет по спектру, так чтобы каждая часть спектра подала на свой детектор. Ну, давайте рассмотрим пока вариант вот такой, который есть на лейке. На следующей лекции, когда мы будем говорить об усовершенствовании современных методов микроскопирования, мы поговорим о других решениях от других фирм. Каким образом эту проблему решает фирма Лейка? Точно так же свет делится в спектр. Конечно, призма здесь нарисована не совсем такая, которая на самом деле используется. Там пятигранная призма, чтобы увеличить путь, который проходит луч, чтобы было лучшее разделение в спектр. Дальше нам нужна коллимирующая линза, которая вот этот расходящийся пучок лучей сделает коллимированным. С одной стороны у нас красный, с другой стороны у нас синий. И детектор первый, на который мы хотим какую-то часть спектра поместить, вот он, давайте его под номером один поставим, точно так же у нас ограничен двумя шторками. Но шторки, правда, зеркальные. То есть тот свет, который на этот детектор мы не хотим, чтобы попадал, будет идти на следующий детектор. Предположим, здесь мы взяли желто-зеленую часть спектра для излучения 520 нанометров. Это, соответственно, флуоресцин. Дальше. Предположим, что у нас светится еще один флуоресцинный краситель, пускай техасский красный. Он возбуждается в зеленом. Предположим, что здесь мы шторку так поставили, чтобы этот зеленый у нас на этот детектор не попадал. И здесь мы можем теперь часть спектра точно так же отрегулировать, которая попадет на наш второй канал. Соответственно, если нам понадобится еще какой-то канал, можем еще один детектор использовать. Ну и теперь, предположим, у нас еще есть DAPI. И возбуждается он в ультрафиолете. Ультрафиолет мы регистрировать с вами не будем, который использовали для возбуждения. Светится в синем. Можем, соответственно, шторки поставить таким образом. Синяя часть спектра, отраженная от первого детектора, попалась сюда. Ну и в принципе, в такой системе может быть максимально до пяти детекторов. То есть одновременно можно будет пять каналов снимать. Но, конечно, каждый из этих детекторов придется настроить отдельно, потому что яркости флуорохромов будут разные. DAPI может светиться, например, очень ярко. Техасский красный может тоже ярко. А, например, то, что вы покрасили 488-й алекса, может, например, светиться не очень ярко. Таким образом, для того, чтобы можно было одновременно зарегистрировать несколько флуорохромов, вам обязательно, чтобы у вас было несколько детекторов. В принципе, может быть даже один лазер возбуждающий. С другой стороны, конечно, чаще всего мы используем флуорохромы, возбуждающиеся в разных частях спектра. И нам было бы сильно удобнее иметь возможность сразу же несколько длин волн подать на наш препарат. Можно использовать так называемый notch или гребенчатый фильтр, который будет только длинный волн лазера на наш препарат отправлять. Но здесь есть проблема. Если у нас, скажем, в нашем микроскопе много, например, 12 источников, 12 разных длин волн, то получается нам нужно 12 длин волн на этой дихороичной пластинке, отражать на наш препарат. Это означает, что если мы используем только один лазер, у нас есть в спектре, в котором мы будем собирать, 12 дырок, 12 мест, где мы ничего не регистрируем. Что, конечно, может качество препарата ухудшать. Поэтому разные фирмы, опять же, по-разному из этого вышли. Клейка использовала специальное акусто-оптическое устройство, так называемый акусто-оптический делитель луча. Здесь немножко неправильно написано. Это, конечно, сплиттер в данном случае. Но на самом деле это одно устройство, вариант просто под каким углом оно расположено. Что оно из себя представляет? Вы подаете возбуждающий свет под каким-то углом, так что он не должен был бы, по идее, попасть на ваш препарат. Дальше, за счет создания в этом кристалле полн сжатия и растяжения, кристалл, если вы будете создавать в нем при помощи пьезоэлектрического эффекта и дополнительных двух кристаллов, стоячие полны акустические, будет иметь зоны, где он больше сжат и меньше сжат. Что это означает? Там, где он сжат больше, коэффициент преломления у него будет больше. Там, где он сжат меньше, коэффициент преломления будет меньше. Здесь вы создали вариант дифракционной решетки. И подавая разную частоту, вы создаете разный шаг вот этих вот волн сжатия и растяжения внутри этого кристалла. То есть вы можете, подавая разную частоту, создавать внутри этого кристалла, условно говоря, дифракционную решетку с разным периодом. И что это означает? Если вы подберете правильный период, вот это может оказаться путем, по которому пошел бы первый порядок лучей. И таким образом он у вас пройдет теперь вместе со всеми лучами вот сюда. Наш объектив здесь произойдет флуоресценция. И точно так же обратно. Но только этот цвет у нас уйдет, гармоники к нему, естественно, уйдет вот по этому пути. А все остальные длины волн пройдут через кристалл. Это, собственно говоря, нулевой порядок. Он самый сильный. Так что даже если некоторое количество будет входить не так страшно, пройдет дальше уже в нашу конфокальную пин-холл диафрагму. И для регистрации. Меняя здесь порядок вот этих вот волн и добавляя, скажем, две волны сразу разные, мы можем создать как бы внутри, словно говоря, такую дифракционную решетку с двумя периодами. И, скажем, две длинные волны из всех, которые у нас есть в нашем микроскопе, изменить немножечко, как они идут и заставить их попасть в наш объектив, вызвать флюорисенцию нашего препарата и дальше зарегистрировать. То есть таким образом мы можем, в принципе, с вами создать систему, где мы можем при помощи компьютера, генируя разные волны, уже электрические с разным периодом, создавать здесь как бы дифракционную решетку с разным тоже периодом. И за счет этого мы получили настраиваемый дихроичный фильтр. То есть мы можем теперь с вами подавать сюда совершенно разные длины волн. В идеале можем даже использовать белый лазер и выбирать из них только эти длинные волн, которые мы хотим, чтобы препарат прошли. В принципе, если мы не будем его использовать в таком положении, а чуть-чуть его повернем, то мы получим так называемый акусто-оптический настраиваемый фильтр. Как раз вот то устройство, которое позволяло нам из нескольких лазеров выбрать только те длины волн, которые мы хотим и передавать их к каким-то определенным ослаблению. То есть мы можем выбрать, скажем, из пяти лазеров только один и ослабить его, скажем, до 10%. Таким образом, в принципе, у нас есть возможность создать такой перенастраиваемый фильтр. Какие проблемы у нас возникают и всегда ли нужно пользоваться одновременным снятием нескольких каналов? Ну, проблема, которая здесь очевидна, та же самая, что и в случае флуицентного микроскопа. А именно, несколько флорохромов могут иметь спектр, перекрывающийся. При этом спектры, например, возбуждений у них не перекрываются и можем их, если снимать последовательно вначале зеленый канал, потом красный, то получить вот такую картинку. Теперь мы будем эти же флорохромы снимать одновременно. И этот, и этот. И посмотреть, что мы с вами получим. Желтый цвет нам кажется, что теперь здесь этот сигнал колокализован. Давайте разбираться, почему это происходит. Предположим, что у нас есть флорохромы и вот их спектр возбуждения для первого флорохрома и второго флорохрома. Понятно, что если мы будем возбуждать только один, то и регистрировать мы будем только один. Если будем только второй, то только второй мы с вами зарегистрируем. Теперь представьте, что спектры их и спускания сильно перекрываются. Например, первый, второй флорохром. И у нас нету такого места, где, скажем, мы можем каждый из них отдельно зарегистрировать. Тогда, если мы их одновременно будем возбуждать, чтобы одновременно снимать, поставили здесь фильтр, поставили здесь фильтр, и в этом фильтре у нас есть, скажем, 60% от первого флорохрома, 40% от второго. В этом, скажем, ситуация обратная. Такая ситуация называется взаимным проникновением каналов. И при одновременной регистрации к этому нужно особенно внимательно относиться. Поэтому, если вас не очень волнует время съемки, если у вас препарат фиксирован, никуда не бежит, конечно, лучше делать сканирование последовательно. Если же у вас препарат живой, и вам нужно снимать сразу же несколько каналов, тут никуда не деться, но будет возникать ситуация взаимного проникновения каналов, которую, к счастью, в некоторых случаях можно чисто математически потом разделить, но это деление никогда не будет идеальным. В идеале нужно добиваться, чтобы деление каналов было достигнуто именно оптическими способами. Давайте посмотрим на другой пример. Вот у нас есть две фотографии. В этом случае у нас каналы сканировались одновременно. Соответственно, здесь у нас будет DAPI, здесь будет теперь 488-я Alexa, здесь пускай будет, так как это метахондрия, например, метатрекер красный. И посмотрите, что происходит. У DAPI очень широкий спектр испускания. От синего до практически красного. Да, действительно, пик в синем идет, но дальше вот так. 488-я Alexa у нас будет иметь примерно вот такое вот испускание. Как видите, она полностью перекрывается с DAPI. И мы действительно видим, что мы теперь ядро видим и в другом канале, в котором покрашены элементы цитоскелета, которые в ядре не должны быть в норме. И также некоторое количество сигнала от ядра мы видим на нижней картинке, где у нас покрашены метахондрии. И понятно, метахондрии в ядре, но это немножечко странное событие. С другой стороны, если мы теперь будем с вами эти же каналы сканировать последовательно. Вначале DAPI сканируем, потом сканируем 488-ю, потом метатрекер красный. То теперь, если мы картинки все сложим, смотрите, мы видим совсем другую картину. Во-первых, в канале зеленом мы ядра, как на прошлой картинке, не видим. Также, как в случае метатрекера, у нас никакого свечения в ядре лишнего тоже нет. И если здесь ядро в итоге нам кажется колокализацией всех трех каналов, то здесь понятно настолько с вами DAPI. Понятно, что в зависимости от того, как вы будете снимать, вы можете получить вот эту ситуацию. Как ее проверить? Так же, как и здесь. Снять вашу картинку, которую вы собираетесь снимать, одновременно, последовательно вначале. Увидеть, что вы в каждом канале видите. И после этого снять ее одновременно. И посмотреть, а не меняется ситуация в зеленом канале? Такая же картинка? Или вдруг появилось вот это вот ядро? И, соответственно, проник канал DAPI в канал 488-й ALEKS. Или еще и в метатрекер. Конечно, в некоторых случаях, когда объекты живые и варианта сканирования последовательно у вас нет, есть вариант математической обработки, который, зная спектры двух сильно перекрывающихся красителей, предположим, что это у вас зеленый флуицентный белок, это желтый флуицентный белок, как видите, спектры у них в принципе перекрываются. И если вы получите, сделаете, скажем, лямбда сканирование, вы увидите в тех местах, где есть и то, и другое, вот такой более широкий спектр. Но здесь видно, что есть первый компонент спектра, вот этот горбик, и есть второй компонент спектра. То есть это будет в основном в AFP, но немножечко еще GFP. Вот это будет в основном GFP, но немножечко еще в AFP. И в принципе, если вы снимете как минимум два канала, скажем, вот здесь вот, и вот здесь вот, при помощи специальной математической обработки, так называемой спектральной деконволюции, или анмиксинга, более подробно можно будет посмотреть в курсе по компьютерной морфометрии. Мы это разбираем там отдельной лекцией. Можно теперь эти два канала разделить и увидеть отдельно то, что было в желтом флюзисентном белке, и отдельно то, где был локализован зеленый флюзисентный белок. В случае программы обеспечения некоторых микроскопов такая функция может быть вообще предустановлена. Например, у лейки это называется die unmixing, спектральное анмиксирование, по-моему, в русском переводе это называлось. И в принципе, это можно использовать даже прямо на микроскопе в некоторых случаях. Ну и в виде заключения того, что касается нашей сканирующей конфокальной лазерной микроскопии, давайте посмотрим на предыдущее поколение такого самого флагманского микроскопа и попробуем увидеть здесь все те же самые элементы, которые мы уже рассмотрели. Ну, во-первых, у нас есть источники света. Да, тут есть белый лазер, тут есть инфракрасный лазер, тут есть для стеда, тут есть ультрафиолетовый, но неважно, это все источники освещения. Как видите, со своими либо дихроичными зеркалами, либо, как в данном случае, вот этот вот акусто-оптический делитель луча стоит. Они все собираются в один луч. Дальше у нас есть система сканирующая из нескольких зеркал. Напомню, что если кому интересно, почему их четыре, можно посмотреть на сайте Лейки, но в принципе можно было обойтись и двумя зеркалами. На самом деле тут две сканирующие системы, одна очень быстрая, так называемая резонансная, другая, так называемая гальваническая, медленная, но очень точная. Вот этот вот участочек мы пока не рассматривали, но он позволяет поворачивать изображение. Если вы работаете с препаратами, это бывает иногда важно. Здесь у нас все осталось то же самое, происходит флуоресцент в нашем препарате, луч идет обратно по тому же самому пути, проходит здесь, вот наш пинхол, который должен быть софокусен, а вот, соответственно, пинхолы для каждого из возбуждающих лазеров. Дальше у нас вот эта призма, как видите, здесь она чуть более хитрой формы, на самом деле, чем то, что рисуют обычно на картинках, разбиение в спектр при помощи призмы и линзы, которая его коллимирует, и дальше вот эти зеркальные шторки и пять фотоумножителей. Ну, здесь, в принципе, могут быть не только фотоумножители, но и гибридные детекторы, например, у нас положено. То есть, как видите, даже в таком сложном, современном микроскопе мы нашли практически все части. Конечно, почему этот микроскоп такой сложный? Потому что к нему можно быть добавлены дополнительные какие-то части. Например, могут быть добавлены внешние детекторы, например, лавинные фотодиоды. Про них в этом курсе, так как это базовый курс, я сильно рассказывать не буду. Единственное, скажу, что они очень чувствительны, у них больше гораздо квантовая эффективность. Но при этом очень маленький динамический диапазон. Если вы работаете с очень-очень слабо светящимися объектами, и вам нужно очень быстро их регистрировать, возможно, вот такие детекторы вам будут более интересны. Плюс здесь есть еще, кроме детектора проходящего света, еще некоторое количество детекторов, которые могут располагаться вот так и иметь, собственно, дихроек. Это так называемые несканируемые детекторы, и мы о них поговорим, когда будем говорить о двухфотонной микроскопии. Другой метод, который тоже может быть использован. И использование мощного импульсного и сварокрасного лазера, который здесь тоже вот показан. То есть, как видите, несмотря на некоторое усложнение, мы могли разобраться из этой схемы. В виде того, что может влиять на качество изображения, можно составить вот такой, далеко не исчерпывающий, но достаточно полный список. Опять же, этот список будет вам удобен для контроля своего понимания материала в лекции. Можно взять каждую из этих пунктов и попытаться объяснить, как, например, яркость возбуждающего света будет влиять на качество изображения, например, для фиксированного препарата, для живого препарата, для препарата, на котором флуорохром при такой яркости может здесь перейти в триплетный режим, например, и так далее. Поэтому просьба, когда будете готовиться к зачету, вот на этот слайд обратить внимание и попытаться для каждого из пунктов дать объяснение, как будет меняться качество изображения при увеличении или уменьшении этого параметра. Говоря о конфокальной микроскопии, нельзя пройти мимо еще одного вида этой микроскопии. Пока мы говорили о лазерной сканирующей конфокальной микроскопии, где в каждый момент времени на микроскопе мы видели только одну единственную точку. И это означало то, что у нас нету никакого места, куда мы могли бы поставить, скажем, окуляр и вживую увидеть это изображение. Через окуляр мы бы ничего с вами не увидели, мало того, что это было бы явно запрещено, потому что здесь используется достаточно мощное лазерное излучение и можно повредить, в принципе, тогда было бы своим глазам. То есть в случае сканирующего микроскопа в каждый момент времени микроскоп видит только яркость одной единственной точки, а ее положение задано зеркалами и положением столика. Но есть еще один тип микроскопов конфокальных. Это так называемый конфокальный микроскоп с диском. Посмотрите, как мы можем еще ускорить скорость сканирования и в некоторых случаях, ну, скажем так, до предыдущих моделей микроскопов можно было говорить, что микроскоп с диском Нибкова обладает еще и меньшей фототоксичностью. Сейчас с появлением новых детекторов в принципе фототоксичность примерно уже сравнялась для микроскопов на основе диска Нибкова и обычных. Тем не менее, какая идея здесь? А что, если мы в плоскость софокусную с нашим препаратом поместим не одну диафрагму, пинхолл вот эту, а несколько из них одновременно? И сделаем, например, диск или какой-то способ перемещения этих диафрагм так, чтобы траектория, которую они описывали, перекрывалась. Предположим, мы сканируем каким-то набором точек и они двигаются у нас вот таким образом. Можем сделать, чтобы следующий набор точек был чуть-чуть смещен, следующий еще чуть-чуть смещен. Таким образом, двигая такой диск со спирально с положенными точками, в итоге мы с вами получим то, что любая точка нашего объекта будет находиться на пути следования на траектории какой-то из вот этих вот отверстий, вот этих вот пинхолл диафрагм. Но понятно, что если мы будем через такой диск на наше изображение смотреть, то регистрировать мы должны теперь тоже сразу несколько точек. И для регистрации нам придется использовать уже не фотоумножитель, а камеру. Конечно, у камер есть свои большие плюсы. Например, у камеры может быть квантовая эффективность до 90%. Что, конечно, хорошо. Особенно, если мы будем говорить про камеры с электронным умножением, либо сейчас уже достаточно хорошие Scientific CMOS камеры стали, которые, конечно, еще не дошли до PMCCD по качеству, но, скажем так, приближаются. Тем не менее, квантовая эффективность – это, конечно, хорошо, а вот усиление и шум – это отдельная часть, плюс скорость, с которой может работать такой детектор. Получается, что теперь, вращая этот диск, у нас точки будут проходить через наш объект. Мы будем собирать информацию о них, так как у нас и камера, и этот диск, и препарацию фокусные. И, в принципе, скорость вращения этого диска будет определять у нас скорость, с которой мы можем на камеру регистрировать наше изображение. И, на самом деле, ограничивающим скорость фактором будет сама по себе камера, потому что вот такой диск например, в микроскопе может быть разделено на три сектора, каждый сектор полностью перекрывает своими траекториями весь препарат вам. Скорость вращения такого диска может быть, например, 5000 оборотов в секунду, 10 000, 15 000 и так далее. Понятно, что в данном случае можем получать очень большое количество кадров в секунду, если 5000 или 6000, чтобы было удобнее считать, мы разделим на 60 секунд, получится 100 кадров в секунду, мы, в принципе, могли бы с такого микроскопа получить. Понятно, что камера будет являться ограничивающим фактором, ну, опять же, здесь, если 6000 оборотов, 60, нам нужно еще на 3 умножить, 300 кадров в секунду. Камера будет ограничивающим фактором скорость. Какие достоинства у микроскопа с диском НИПКО? Ну, во-первых, скорость, то есть за 1 треть оборота этого диска вы собираете полностью все ваше поле зрения. Таким образом, если у вас будет достаточно быстрая камера, то вы можете получать, скажем, если еще по Z у вас быстро двигается ваш столик, например, если будете делать, предположим, 30 кадров в секунду и у вас 10 кадров по Z, у вас получится 3 полных Z-стека по 10 кадров за 1 секунду. В случае сканирования на обычном сканирующем конфокальном микроскопе, даже с использованием специальных резонансных сканеров, ну, в принципе, вряд ли можно будет добиться такой же скорости сканирования. Конечно, за счет камеры шум будет побольше, никуда не денешься. Второй момент. Лазерное излучение, как видите, здесь приходит расфокусированным, таким большим пятном, и делится на много точек. Каждая точка, так как их много, сканирует точку медленнее, поэтому нам не нужно такой большой мощности лазерного излучения в каждой точке препарата. Некоторым культурам клеток это нравится больше, некоторым меньше. Но в основном, конечно, если мы вот так сканируем, фототоксичность этого микроскопа будет меньше, чем у обычного конфокального сканирующего микроскопа предыдущего поколения. С современным поколением там уже можно их сравнивать. Но есть и несколько ограничений такого микроскопа, несмотря на всю его простоту, кажущуюся. Первое. Если у нас препарат очень толстый, то может оказаться так, что на одну точку нашего пинхола будет приходиться не только свет от точки, которая непосредственно софокусана с ним, но и какой-то точке, которая лежит очень сильно ниже или очень сильно выше. То есть для того, чтобы работать в конфокальном режиме, толщина препарата в зависимости от микроскопа, в зависимости от объектива, который у вас есть, ну где-то в районе, скажем так, 20 микрон, скорее всего, это безопасное расстояние. Если работать с высокоапертурными объективами, конечно, это будет меньше. Ну и последний минус этого микроскопа, это то, что у вас здесь размер пинхола фиксирован. Что это означает? Для одних объективов такой фиксированный размер пинхола будет подходить идеально. Они будут работать в полностью конфокальном режиме. Для других объективов этот пинхол будет слишком маленький. Конечно, чуть лучше разрешение, но очень много света будет теряться. Ну и третий вариант. Этот пинхол может казаться слишком большим, и тогда вы будете терять разрешение. Понятно, что это будет зависеть от нескольких показателей. От увеличения, от числовой апертуры и от длины волны. И если вы могли в обычном сканирующем микроскопе регулировать размер этих пинхолов, здесь какой возможности регуляции уже, к сожалению, у вас нет. Ну, в виде заключения лекции давайте посмотрим еще раз достоинства и недостатки в локальной микроскопии. Начнем с недостатков. Самый большой недостаток дорогостоящие специализированные оборудования. В случае, если у вас какая-то простая модель не очень дорогая, то низкое временное разрешение не умеет быстро сканировать. И недостаток, который, я надеюсь, мы сможем на лекциях, на практических наших занятиях немножко уменьшить. Это необходимость навыков работы. Достоинства тоже очевидны. Нефокусный свет убираем, изображение четче. Можем получать серию оптических срезов. Ну, это опять же в кавычках. Соответственно, возможно, трехмерная реконструкция. За счет того, что меньше внефокусного света, больше динамическое разрешение. С чувствительностью здесь можно поспорить. Ну, в принципе, чувствительность, конечно, самого микроскопа хорошая. Но, если вы помните, для фотоумножителей квантовой эффективности, да, они очень высокая, порядка там 30% всего. Ну, с другой стороны, такое большое количество шоу. Возможность использовать много меток, потому что можем перестраивать теперь с вами и то, что мы будем использовать для возбуждения, и часть спектра, которую мы будем с вами использовать для регистрации, то, в отличие от набора фиксированных кубиков на нашем микроскопе, здесь, конечно, больше возможностей. Ну, и удобнее работать со специализированными методами. Конечно, их можно применять и в обычной широкопольной микроскопии, но они гораздо проще реализуются на конфокальном. Еще один плюс, последний, наверное, это чистое удобство, возможность плавного увеличения. Помните, можем сканировать с вами разные участки. Я не знаю, почему в учебнике было написано возбуждение одной длиной волны. Мне кажется, вряд ли это можно достоинство отнести, поэтому давайте мы это зачеркнем. И в итоге получается, что наши флюзцентные методы открывают перед нами достаточно большие возможности. Кое-что помеченное красным мы будем выбирать на следующей лекции, но как минимум мы можем посмотреть распределение у триклеточной макромолекул в разных частях клетки. Мы увидим, что мы сможем посмотреть в нуклеточную динамику микромолекул, то есть где они производятся, где они утилизируются, с какой скоростью. Мы сможем посмотреть с вами взаимодействие нескольких белков, например, или других молекул между собой. Мы можем определять, в предыдущей лекции у нас это было концентрацию различных веществ внутри клетки, ратиометрия, кальциевая, PH, некоторые другие металлы, возможно. Мы можем при помощи гистологических специальных красителей выделять отдельные клеточные органеллы и белки цитоскелета. В следующей лекции мы увидим такой метод, как Uncaging, который будет позволять смотреть реакцию клетки на добавление каких-то приемных веществ в очень маленьких объемах, только, например, в какой-то органелле клетки. Мы можем уже смотреть с вами выживаемость клеток при применении, например, двух красителей, проникающих и не проникающих через целостную мембрану, тот же самый дапи и йодистой пропидии. Мы можем изучать различные клеточные функции. Клетки могут те же самые микросферы, например, поедать, могут каким-то образом выделять какой-то краситель, какой-то белок, мечен нашим красителем, то есть эндоцитоз, экзоцитоз, тросмембранный потенциал, это все возможно. Метод, который мы в этом курсе подробно не рассматриваем, на самом деле, мы можем пометить с вами и какие-то участки определенной последовательности нуклеиновых кислот ДНК или РНК. Так называемый метод ин-ситу флюоресцентной гибридизации фиш. Ну и последнее, можем смотреть экспрессию определенных кенов или синтез определенных белков. Это с использованием флюоресцентных белков, когда мы ставим либо его под определенный промотор и видим только экспрессию, либо делаем химерный фьюжн, так называемый белок, где к интактному белку у нас прав стопокодон напрямую добавлена последовательность флюоресцентного белка, и мы тогда сможем посмотреть динамику этого в клетке. Какие вопросы будут по этой части лекции? Во-первых, различия между широкопольной микроскопией флюоресцентной и конфокальной. Здесь понятно, что изображение на конфокальном микроскопе будет более контрастно. Почему? Во-первых, количество света от объектов вне фокуса будет меньше. Во-вторых, вторичные максимумы дифракционной картины, естественно, будут просто разрешение латеральным очень незначительное, поэтому третий здесь ответ совершенно не подходит, и лазер никоим образом не имеет отношения к контрастности нашего изображения, так что четвертый вариант здесь неправильный. Будут вопросы на то, к чему будет приводить изменение размера пинхола. Ну и, например, в данном случае пинхол у нас уменьшается, и понятно, что если мы с двух дисков до половины дисков пинхол будем закрывать, у нас значительно будет расти аксиальное разрешение, то есть разрешение по z. Латеральное, помните, в 1,4 раза максимально может вырасти, здесь, ну, нельзя назвать его значительным, так что, первый правильный, второй, посмотрите, значительный рост латерального, незначительный аксиального, явно не видно. Уменьшение света, попадающего на детектор, да, несомненно, мы с вами уменьшили меньше одного диска и ри, и к росту шума ближнего или фотонного при той же интенсивности. Естественно, раз меньше света, значит, мы меньшую статистику с вами набираем. Будут вопросы про то, возможно ли вживую увидеть изображение на камеру или при помощи вкладача из окуляра в двух типах микроскопов, в сканирующем конфокальном, как вы помните, это невозможно, потому что он только одну точку в каждый момент времени. И в микроскопе с диском нибкого. Здесь, естественно, мы снимаем на камеру, так что одновременно. Будут вопросы про настройку динамического диапазона фотоэлектронного умножителя. В принципе, понятно, чтобы работать в линейном диапазоне его. Будут вопросы про шумы. Понятно. Будут вопросы о том, как можно сделать картинку лучшего качества, улучшив соотношение сигнал-шум. Будут вопросы очень простые, где нужно будет сказать, сколько градаций вы получите. Два, соответственно, в степени. Будут вопросы про то, что нужно, чтобы зарегистрировать, и дальше могут быть разные варианты. Например, два флорохрома. Не указано, посмотрите, чем они возбуждаются. Это могут быть и квантовые точки. Что для этого минимально необходимо. Если мы хотим два флорохрома одновременно регистрировать, минимально нам необходимо только одно. Два детектора. Все остальные вещи, там всякие ОБС и все остальное, это уже добавки. Если у нас будет просто два дихройка, стоящие перед двумя фотоумножителями, чтобы разделить спектр, это уже будет достаточно. Как можно избежать взаимопрониковения каналов? Ну, самое простое сканировать их, если есть возможность их разделить по спектрам возбуждения эти два канала, сканировать их последовательно. Ну, и последний вопрос на разрешение. Чему должно быть равно разрешение сканирования, чтобы не потерять разрешение оптической системы? Разрешение сканирования должно быть в два раза больше. Если у нас, скажем, оптическая система дает нам точку оптическую размером, предположим, 200 нанометров, то точка сканирования у нас должна быть 100 нанометров. Тут все понятно. То есть, их должно быть на эту точку 4 в два раза больше по х, в два раза больше по Y. На этом наша лекция по конфокальной микроскопии завершена. Спасибо за внимание. Просьба оставлять ваши вопросы любыми доступными способами. И до встречи на следующей лекции. До свидания. Удачи.